Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Через два дня появились первые публикации, где в фотошопе было сделано, что меня трахают негры. Через микроскопический промежуток времени появились сайты, в которых рассказывают, что я педофил. А когда я начал сражаться с неоязычниками, псевдоязычниками и не неоязычниками, которые пытаются скреплять православие, этот человек через моего товарища называется «Способ подачи информации и расширения информационного поля». Значит, он с восьмой глядки забежал и передал поразительную фразу. Ему никто не простит православие. Я говорю, господи, я прощения просил. И после этого появились «Двач», «Лукоморье» и там по списку, когда мне бьют студенты, там, не знаю, они стязают какие-то люди. Ну, в общем, веселая история такая. Все это появилось для того, чтобы вот эту непомерную, опять же, непроплаченную популярность, когда в интернете на ссылку «А.Кочергин» вылетает более миллиона моих упоминаний, что совершенно нереально. Так вот, чтобы вот народ каким-то образом от меня отвернулся, ну, потому что, ну, надо как-то его водой-то холодной обливать, чтобы не перст никто. Я вполне понимаю их, но у них такая задача, их работа такая, они молодцы, они, говорю, исполняют свой долг, ну, схоластически, формально, ну, исполняют. Так вот, почему не показывают профедию влияния? Да ровно потому, что он православный. Ну, кому надо выпячивать вот эту вот стране, в которой национальная идея окажется тем движущим, православная идея, тем движущим инструментом, который в состоянии повернуть вот эту вот убогую парадигму, вот эту вот ниспадающую пропасть. Зачем, вот, сегодняшним людям, вот, примеры патриотизма, хотя бы даже во Вторую мировую войну? Поднимите руку, кто знает, только ли за чеки. Володя любил. Пианира первая. Услышал, я-то знаю, откуда знаю. Пианира был? Был, но недавно. А нет, вот потому и знаю. Ну, как везде же веселье. Везде веселье, да, да, да. Книжек нам было написано. Было, было. Где они сейчас? У нас Вторая мировая война, это непонятки выигрывалось. Тогда мы понимали, что каждый из нас, случись чего завтра, да под откос поезда, да не за этих отверткой. Кочеркин с отверткой, понимаете, я говорю, в Боге, да? Отверткой в Бог. Вот зайдут там натовские солдатики какие-то, у меня там Брезики найдутся, что называется, да? Дедушка-то оставил. И мы знаем. И их это были, Зараница до Орлёга. А сейчас там ну нафиг не надо. И потому, ещё раз говорю, вот эта вот, какая-то вот такая вот скромность в отношении православия, власть имущих, она даже не то, чтобы случайно, или такая какая-то затёртость, это продуманный шаг, когда вроде бы разрешили и молодцы, и вперёд, но только не надо выпячивать это всё. Более того скажу, почему сегодня о православии в Кембридже сидит и говорит человек, который не наделён самым, который не имеет богословского образования, и который не есть пастырь. Где наш Сергий Радонежский? У нас что, не пожар в стране? Где эти архиереи, которые приходят в пастырь и говорят те самые слова, которые готовы поддержать русского человека в это непростое время? Где позиция церкви относительно важных поворотных моментов в истории моей страны? Где та забота православия о душе русского человека? Нет. С алтаря в храме понятно. Но что за поразительная скромность, имея в руках поразительный по своей силе ресурс масс-медиа, где я более чем уверен, легко можно говорить об вещах архиважных. Почему там, кроме Андрея Кураева и господина Осипова, никого нет? Людей, которых назвать пастырями сложно, но в силу хотя бы того, что один диакон, а второй человек цивильный. Несмотря на то, что оба доктора православия. Нам-то нужен всероссийский духовник, а не всероссийский фарисей. Извините, конечно, за столь грубое сравнение в отношении людей, явно одаренных, грамотных и во многом повлиявших и на моё православие. Но, тем не менее, между книжностью и между именно благодатью Слова Божьего в нужном месте, поданного и поселившего тот огонь веры, который порождает победу над дьяволом. Ну так вот, где этот пастырь? И это меня крайне удивляет. Вот поэтому меня крайне не удивляет, что это странноватое шельмование Феди только за то, что он с крестом выходит на бою. Ожидание его проигрыша было столь трепетным и столь солдострастным, что целый ресурс валюту дару был переполнен пожеланием его проигрыша. Россия твоя, Россия. Да чтоб наш поигрывал. Он же этот раб Божий, а рабы не выигрывают. Да он сдулся, дотролевали. Это я вот с таким слоем кожи. Это у меня броня пять пальцев волнует. В нём не такая. Он вот к такому отношению не привык, потому что он его не инициировал никогда. Ему тяжело крайне было, ему и счастье тяжело. Но он человек живой. А мы выиграем прежде всего в нашем эмоциональном состоянии, потому что оно каким-то образом регулирует наши возможности функциональные. Поэтому, когда у тебя не присняк, когда ты понимаешь, что у тебя смешали с дерьмом непонятно за что, ну очень недо многих вещей. И когда ты понимаешь, что кругом тебя не друзья, а скорее не правнодушные ему враги, жить не то что сражаться, становится очень сложным. Я, честно говоря, по-братски, как единоверцу, желаю Фёдору милости Божией и англоохранителям, чтобы берёг его и уберегал человеческой нитрости. Дальше. Сколько времени? Десять минут. Нет, не так сильно. Сколько у нас времени? Двое час. Кто, на ваш взгляд, является самым успешным правителем России на протяжении всей истории? Кто сказал? Точнее, не так. Правительным образом, в наших почему-то представлениях о самодерцах существуют какие-то прямо стереотипы. То есть, Иван Грозный, если разобраться, это живодёр, упырь и самодук. При этом, при всём, не стоит забывать, что именно он завершил начатое его дедом дело по объединению России в том имперском виде, в котором она существует до сей день. При этом, при всём, никогда не бывает однозначенческих отношений какой-то личности. Ну и просто не бывает. И когда нам пытаются однозначно оценить, кого бы то ни было в политике, люди грешат хотя бы тем, что политика сама по себе – это искусство компромисса. Компромисса. То есть, человек либо должен быть компромиссом, то есть, он должен ухитряться, некоторым образом находить возможным, смягчать углы и настаивать на вещах крайне сложных. Именно компромисс. Так вот, без всяких сомнений, несмотря на какие-то, возможно, свои не вполне приличные личные качества, Иван Грозный был велик. В силу того, что нам было много благодарны ему за Россию вот таковой. Победа во Втором мировой войне, индустриализация и, скажем, величие русского народа на том этапе, без сомнения, делали господина Сталина один из самых заметных руководителей на протяжении всей истории. Мне безумно нравится Александр Второй. То есть, человек, который был, по сути дела, истинным либералом, монахом-либералом, я бы сказал тогда. За что, собственно, и погиб. Что и требовалось доказать. Потому что, еще раз, в районе на спятых нет. Когда мы пытаемся людям отдать что-то... Нет. Когда мы людям отдаем любовь, они приколачивают нас к кресту. И это все вполне понятно, потому что, еще раз говорю, история повторяется, и она совершенно типична. И, то есть, каждый из нас пройдет свой крестный путь, если у него хоть мужества пройти. Но здесь выход есть. Можно займиться в какую-нибудь теплую и темную щелочку. И стать тем клопиком, который, собственно говоря, натянет до конца и все нормально. Но тут есть такая ошибочка, она системная. Не сдохнут все. И это сто процентов будет так. Но кто-то, как Костелло или Матрос. А кто-то, как Власов. И тут, вроде бы, основание там у него было. И ведь к определению это подъемок хорошее. Но ведь предатель. И история-то его не простит. История нации ему это не простит. Нельзя с врагом так. Вражескими руками счастье народное не построить. Враг, он и есть враг. И это понятие однозначное, определенное. И по-другому никак оно не толкуется. Так вот лучше, как матрос. Все равно с духом. Мне кажется, что ты ответил. Концепт православия или смерть? Православия или смерть доказывали? Это не концепт, это рабочая гипотеза, скорее называется. Проходите к определению, как научному термину. А когда выйдет запланированная книга? Редакция уже началась. Уже редактирую. Сделано в образительном образе. Сделано как огромное интервью. Меня зовется мальчиком, его зовут Игорь. И он у меня начал брать интервью по поводу, у них есть чудесный такой православный ресурс, который отдан суицидным больным. То есть молодые ребята, которые в суицидных настроениях или уже что-то у них такое было. И там люди, которые готовы объяснить, что они стоят. Вот так, например. И они ничего у меня не нашли, как меня девушка сказали. Вот это стоит точно скажет. Я говорю, да не вопрос. И он как дал мне по темам. У него какие-то вопросы какие-то приятные. А он такой еще забавный. Он такой милый. Бывают милые люди. Вот мой полный антипод. Он такой какой-то такой весь, такой разорщик, гарапуст такой, знаете. И он такой весь правильный. И у него вот так. И он идейный тоже. Например, я читаю на редакции текст интервью, и вижу слово Родина с маленькой буквы. Я говорю, Игорь, ты меня извини, конечно, но там у тебя ошибочка закрылась. Там где Родина с маленькой буквы. Он говорит, в этом состоянии моя страна Родиной для меня является только с маленькой буквы. Я не знаю даже чего это вкладывал. Он так это сказал, что я подумал. Всегда некую вот эту позицию хочется уважать. Вот у него это есть. Я не согласен. Ну вот это его позиция. Он тупо гнется уменью. Он тупо пишет Родину с маленькой буквы. Гад такой. И им не отдает. Я говорю, подожди. Я говорю, в жизни так не напишу никогда. Давайте мы сделаем так. У меня вот эти вот интервью ваши, которые там по безумному количеству всяких вопросов прошли. Это же мои интервью. Безусловно. А можно я, с позволения вашего ресурса, их объединю в некий сборник? Ну, потому что смысл повторять одно и то же, никакого не вижу. А вот свести бы это все в один документ, и это будет здорово. Он говорит, не вопрос. Тогда я сделал по-другому. Давай мы возьмем еще, наметим план. Предположим, 5-7 интервью. Они такие большие, часа по полтора, по два такие. Я тебе их там наговорю, а ты их потом переведешь на лист. Он говорит, не вопрос. Я говорю, как ты это делаешь? Он говорит, я очень быстро печатаю. То есть он мне такой да. Я беру и практически с синхронным написанием ставлю, значит он мне принес такой гиктофон. Я на него болтаю, он меня спрашивает, когда болтаю. Он включает, слушает и шпарит печатать максимально быстро. То есть вот так. Потому что мне одним пальцем, это все безумие полное, я все это делаю, конечно, но это смерть вообще. Это ужас какой-то. Я это быстро делаю. Вот у меня швейная машинка фирмы Zinger. Прямо вот этим пальцем я это напечатал. А он вот десятью и на слух с гиктофоном. И мы буквально сели. Меня только выпилили из Газпрома для наших здоровья. Ребята, не помню я сговорить. И мы как сели, я говорю, давай-ка вы потратите время на что-нибудь путевое. И ровно с 1 по 10 января, каникулы как раз были, мы с ним встречались и по 3 по 4 часа как-то дадим. И он говорит, слушай, готово. Уже получилось. И его по объему будет даже больше, чем уже к стопорам. Сейчас уже получаю первую редакцию. Более того, он взял и опять же перенес самые такие яркие места. Вот тут у меня было 2 публичных выступления в Киеве. Потом вот это Нью-Йоркское выступление. И коротенькое, там у меня такое было вырвано из контекста, кусочек православия в Саратове. Это первое мое публичное выступление перед батюшкой и монахами семинаристами в Саратове. И вот сейчас я жду окончания. И вы знаете, ну не знаю, конечно, наверное, я слишком неравнодушен к тому, что написал. Ребят, я прочитал. Я помню. Если только это напечатают, это будет нечто вообще. Все, что я для этого делал, это просто такая некая первая в жизни прелюдия, когда еще толком не знаешь, куда лезть, но природу подсказывает. А тут уже Кобель, 48-летний, и я точно знаю, чего куда там. У меня такое там эгигей, что... В общем, я думаю, будет не скучно, мягко говоря. Причем постарался остаться в рамках приличия, экстремизма там нет точно, но там разночтений-то никаких о том, что я думаю по поводу всего происходящего, как с этим себя вести. Там некий концепт, как в своевремене Ванька Хламбистов предлагал, партышка вместе писать, он называл это таким зарихватским названием «Боевой кодекс русской души». То есть, а я вспоминаю, была такая брошюрочка всегда висела в любом предприятии, это должен знать каждый. То есть, в какое время противогаз одевать, когда рванет. Вот, из той серии. Так вот, у нас такой вот некий симбиоз по поводу, когда противогаз одевать и боевого кодекса русской души, только это выдало в одну хари, потому что с ним это бесполезно было делать, это не поймать. Ну и, в общем-то, слава Богу, наверное, потому что если что коснется, мне одному и отвечать. Отвечу легко. Завершающий, днем магии, по крайней мере. Что для вас паломчество? Когда оно должно быть туристической поездкой или подвигом? Знаете, я историю расскажу. Я уже как-то рассказывал где-то ее. А вы поймете, что он означает. В Дахиаре мне рассказали поразительную по своей дневной историю. Во-первых, ну, чтобы вас не унижать незнанием, расскажу, что такое Дахиар вообще, чем он знаменит. Дахиар, один из старейших монастырей Афона, где он носит образ Матери Божией Скорпослушницы. Он очень большой. Вот он напоминает, по большому счету, вот эти два листа. Вот он такой большой, большая икона такая. Находится она в отдельной келье. Она все увешана какими-то цепочками, крестиками, колечками, сережками. Это люди, отдавая ей их Скорпослушнице, подразумевают, что она сама помнит, сама знает, сама спасает. Так вот это реальный телефон с Господом Богом. Ты приходишь, говоришь, и тебе так говорят, принято. И ты такой, ну, и ладно. В этом тайме. Я попал на Афон ровно в тот момент, когда взорвался Бакивкор. Он лежит в коме. Ямчу туда. Спрашиваю, где у меня. За мусульман молиться можно? Он говорит, да хоть за что? Только моления не подавай, и все, потому что он не крещен. И тут есть, надо понимать, устав монастырский, который очень напоминает по условиям. Переца куда бы то ни было без благословения. Вот так, именно. И пошли. Они знали, я не балуюсь. Они знали, что у меня дело какое-то. Я не знаю. Но это поразительно. Я возвращаюсь с Афона, мне звонят Бэк, выжил из комнаты. Что такое взорванные 70 килограмм в тротилом эквиваленте? От машины, которая взорвалась, не нашли фрагмента краски. Неизвестно какой краски, если бы не показания, она была. Краски не осталось. Не то, что металла. Она испарилась. Это 4 миллиона атмосфер давления. Его бронированный грузер, весом как БНП, раздавил консервную банку. У него раздавило лицо. У него тяжелейшие внутренние повреждения. У него сгоревшие руки. Выйти из комы, вот в том состоянии, в котором он был, анрил. Никакая современная медицина этого сделать не может. Он вышел. Я не готов говорить, что ты сделал скоропослушница. Но как я ее просил об этом? Это пример половничества. Тогда, когда я вот как-то сказал и очень удивился искренности того, что сказал. Людям богатым и здоровым Бог не нужен. Он нужен силам и больным. И вот тут хочется упасти, вот спасти тех людей, которые наивно полагают, что Господь их не любит. И не привлечет к себе, сделав эписирование и больным. Только по ненависти это нужно сделать. Но Бог обладает так называемой бесстрастностью. Он не будет никому ничего доказывать. Но любя человека, он обратит его к себе единственно принятым способом. Забрав то, что отвлекает человека от Бога. Сделав его силой и больным. Только для того, чтобы все надежды человека и чаяния его обернулись к Создателю. Это не я придумал. Я повторяю слова святатического предания. А теперь история. В Захиар приезжают ребята, по-моему, из Новосибирска. Ребята такие веселые. Цепи вот такие. Хресты, как у архиереев. Они такие веселые. Говорят, а что за кол-то? Скоропослушница. А, и что? Они говорят, ну вот, ты понимаешь, к ней и все сбывается. Он говорит, все? Они говорят, все. Ну то есть совсем все. Он говорит, ну аллилуйя, да. Он говорит, ща. Он подходит. Матушка, короче, у меня с машины заправлена. Уже езжу три года, надо поменять. Давай подкинь-ка что-нибудь, пополучше. Потому что, ну моя, ну чисто позор, пацаны засмеяли. Он только не понимаешь вообще. Ну давай, короче, ну это, что там надо, свечку дам. Все, ну давай, ну слышали, забудь. Ушел. Ну все так постояли, говорит, ну твою, понимаете. Ну а что греки не понимают, о чем он говорит? Ну уехал. Через месяц это существо прибегает с глазами больше, чем тарелками. Вот такие. Ползает там что-то, говорит, господи, ты что с тобой? Это прилетает, вот это прилетает себе в Новосибирск с пацанами. А внизу, братва, чисто, ну коллектив там ждет. Пацаны, наверное, приехали там, наверное, просияли. Говорят, Петрос, слышь, у тебя день рождения был. Мы-то как-то так отнеслись и чисто пренебрежительно, а потом посидели, так же сейчас там вот, и за нас, за всех. Короче, держи, братан, ключи от нового МЕРСа вообще. Катайся за нас, помни, братву. Тю, прям там, в бамперстве ногами. Не в билет покупайте, не назад, не. Я испорол что-то не то. Вот это туризм. И самое поразительное, что... Вы понимаете? А... Бог ревнив. И когда он видит в пол карасика и в прикуску, он воспринимает это так, что... А! То есть он хотел посмотреть. Так ему надо помочь. Был мой дружок, Саша Свейпов. Это один из самых замечательных, как ни странно, официантов Петербурга. Он зверь. Он реально был зверь. Он ухитрялся сделать это так, что когда я привозил москвичей, крайне таких, прямо на пальчиках, они говорили... Я говорю, сейчас мы увидим, как обслуживать Петербург. Они говорят, чего это? В смысле, не поняли. У меня тут такой официант. Я говорю, чего тут? Я говорю, официант. Ничего. Я говорю, нет, как это делать? Он говорит, Саша, братан, ты что? Ты официантов не имеешь? Да нет, ты такого не знаешь. Он, братан, ты халдей. Ухарей, ну ты что? Я говорю, да нет. Ты это глянешь, ты поймешь. Они такие, ладно, давай. Приходи сам. Здрасте. Как дела? Что заказали? Я говорю, ну, это вот это. Я бы вам не советовал сам делать. Ну, это, во-первых, дорого. Во-вторых, вы извините, вообще в курсе как это делается? Да это стоит в холодильнике. Вам будут врачи что сделать? Вам врут. Давайте-ка на мой вкус. Я вам сейчас такое принесу. Пальчики оближу. К тому же ты халява. Чистой воды-то. Ну, чё там оно? Чего там, когда я к хиносе? Да вышел в общество. Кто к хиносе пьет? Давайте армянский. Вот такой. Запробовал. И вот как-то вот это у него так. Та-да, вот такой он парень. Все такие. Блин, бародяка! Говорит, а я чё говорил? И он такой молодец! И он прям молодец! И он мне потом, значит, мы с ним общаемся. Я ему надо что-то пробовал? Он слышал. Тихо, тихо, тихо. Трррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр. Чё ты мне начинаешь отсюда фигину за косички-то заплетать? Какой бог вообще? Ну, хорошо. Братан, дай-ка мне объясни историю. При этом поймем вот такой. Я ему поймал в машину, ну прямо машина была, машина, и мне лошади говорят, а ты машину освещал? Ну че делал? Ну их освещают. А зачем? Ну чтоб не сперли, например. Ого, а че помогает? Он говорит, бест, освещаешь и не воруют. Я говорю, ну нет, ну если так-то, а че дорого нет? Они такие, да какой там? Чисто слезы вообще. Он говорит, а где? Да в любом храме. А дело это как? Да никак, приходи, денег дай, они все хавают, эти бабулы забрали и освещили тебя. Тебе даже участвовать не надо, просто дал и все, и не получилось. То есть мы не там ничего не надо делать. Он говорит, ничего совершенно. Хорошо. Я говорит, приехал, поймал его с бородой. Он говорит, любой каприз за вошадей. Ну и там, там все сделал. Я за руль, выезжая из-за ворота, думаю, как-то дымком попахивать стало. Как-то вот дымочек какой-то тут, из-под капотика. Я капотик поднимаю, а у меня проводочка занялась. Где ее тушить? Ну и как ты мне это объяснишь? Что за освещение такое, что у меня проводка-то полыхает? Я говорю, любезный, а ну-ка исполни мне веру. Он говорит, чего? Я говорю, ладно, веру длинная. Иисусову молитву дай-ка мне какую-нибудь. Он говорит, да я в этом вообще не парюсь вообще, не знаю. Что ты мне комедуешь? Я говорю, какой-то странный парень. Это что у тебя тут? Касса взаимопомощь, я не знаю, там, ветеринарная клиника. Это что такое, по-твоему? Тут что, машина, тут у тебя техосмотр, что ли? Ты приехал исполнить свои технические нужды по поводу сигнализации. Такая спутниковая связь там за облаками у тебя. Вот ты ее раз установил, водичкой побрызгали и у тебя ее не уперли, например. Какая интересная идея. Как прагматично. Это все не так. Ты приходишь в цепь, обращаясь к Богу. А ты сам даже не поучаствовал. Ты просто кому-то передоверил, дав бабла. А в это время тот парень, в царстве которого находится каждый человек, который не находит в себе силы переступить эту самую заветную черту, говорит, куда это вот этот поперся? Где он? Не, вы точно его там видели? Да точно освещает машину. Зажигает. А знаешь почему? А потому что не прись туда, спарю все до тла. И он мне говорит, ну вот это как понимать? Я говорю, ты понял, все правильно. Ты понял, все по-своему. Еще одна история. Разговаривали на ту же самую тему поразительным образом. А девушку звали Ирина Василиалия. Ирина Василиалия, я объясню, что это в бизнесе. Есть такая замечательная американская фирма, фармацевтическая. Фармацевтическая ледера. Фармацевтическая зарабатывает нереальные деньги. Просто нереальные. Поверьте мне, потому что я все время был, возглавлял ассоциацию учреждений здравоохранения и фармацевтической Санкт-Петербурга и Северо-Запада. То есть, по сути дела, я занимался тем, что консолидировал рынок бесплатных закупок по всему этому району. То есть, это была некая неформальная организация, которая по задаче господслитейного не позволяла брушить тендеры при закупке, скажем, инсулина. Мы понимали, что завтра диаметики не убрут по своим домам, потому что какие-то милые коммерсюги не решили их угробить в жажде на жире своей. Поэтому я знаю, как они зарабатывают. Так вот, Ирина Васильяль, это тот самый человек, который проводил витамины Центрум, знаменитые, по сути дела, на территории всей России. И, соответственно, получал процент от проданных таблеточек. Благо, благо, тетка не бедная. Она мне рассказала такую историю. Мы заговорили, я говорю, а я как-то, вы знаете, как сказать, кому чего, а в шум баня, да? И я, как-то, начинаю разговаривать, а для меня такая тема трепетная. И мне, как-то, вот такая радость над силой. Я, как-то, не то чтобы зашуренно заканчивал себя одним и тем же, но нет, нет, да, что-то пролетит такой, да? И мы что-то заговорили, а она говорит, а мне это нельзя в храм. Я говорю, вот под онафигу упал, что ли? Она такая, да они не в этом делают. Я говорю, замужем была, ну, с бывшим своим мужем. А он мало того, что еврей, он, короче, еще и психиатр, и это еще не все. А он в то время занимался тем, что на заре перестройки занимался сеансом гипноза. То есть он выезжал в какой-нибудь город, и он ухитрялся, ну, вам сейчас не объяснить, люди, значит, молодые, он ухитрялся за месяц купить машину. Ну, то есть это нереально много денег. То есть для Советского Союза, то есть даже в конце вот этих вот своей некой стагнации, это было просто нереально много. Ну, предположим, это было что-то в районе пяти тысяч долларов. Это очень много. И мы жили очень хорошо, на самом деле. И вот он этим гипнозом там наворачивал, то есть он поработает, поработает там психиатром, и у нас хочется, ну, опять там, значит, в турне по клубу. И вдруг, значит, стало возможным вот выезжать. Естественно, куда мы поехали в первый раз? Кого родственника в Израиль. Ну, куда же нам еще ехать-то? А она тут какая-то такая, с деревни, с Подгорьковой, такая обыкновеннейшая. Ну, красотка такая, что такое, ну, она деревенская, девка такая, по сути-то, своей. У нее ребенок от этого, значит, милого профессора. Они приезжают в Иерусалим, и им говорят, куда тебя? Она говорит, ну, как куда? Ну, вот же, храм, гроб Господень. А надо понимать, опять же, что вот есть место на Голгофе, где крест стоит, и там вот такая ямка, руку засовываешь, и опять же пожелание. А у нас же это все прикольно. Интересно же думать, что тебя там услышали, и ты что-то решил переломить хоть событие какое-то. Я думаю, так, 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 что хочу-то, что хочу? А-а-а, когда еще придется-то? И думал-думал-думал-думал-думал, и вот это вроде надо было. И здесь, я спрашиваю, а сколько можно в этих вопросах? Она говорит, ну, там, кто не гонит, ну, сколько, и по... А она думает, да, 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 да. Дошла, зашла, говорит, не оторопела, говорит, мама. Все. И я, говорит, как обыкновенная русская дура, засовываю руку и говорю, господи, дай Бог здоровья сыну моему и мужу, ну, и мне. Подумала-подумала, а остальное как-то и неловко. Бог же все-таки. Чего я его там пролололю в стиральную машину-то? Ну, как-то и не к месту вроде. Она думает, да и ладно там что-то доворует, да и купим, вот, делов-то. Ну, и-и-и, и ладно, и ушла. Приходит домой, он при смерти. Муженя кто? Ну, и вот, ласты клеят, короче говоря. Все, готовченько. Но он в Израиле. И, братья евреи, вытягивайте его за уши с того свина буквально. И она мне говорит, ну, как это может быть, что я вот там вот только, а у него отказали почине печки буквально там, извините за мой французский опять же, да. И все остальное повставало на него. И вот все выключилось просто. Они его раз, значит, там, значит, на проводки, на шланчике. И я, пойдем, он у меня ножки задрыгаясь, глазками захлопал, ожил, короче, говорит. Она говорит, так нельзя, мне в кран-то. Я потом с датушкой разговаривал, с духовникосой, спрашивал, правильно ли я ей ответил? А я ей говорю. Ирка-ирка, дура-то дура. Жизнь человеческая. Вещь ничемная, суевная. И ничего такого особенного хорошего там нет. Ну какая-то суета одна. И гордыня. Гораздо важнее, с чем человек придет на конец ее. Почему в православии считается два важнейших события. Рождение человека и успех. А по сути дела посередине, как говорится, не важен процесс, важен результат. Неважно, как ты это будешь делать. И нет единого, будем так говорить, для всех пути. Но все пути находятся в рамках канонических, православных. Но каждый рисует свою карту. Если они в рамках. Ты берешь и просишь здоровья для близкого или любимого этого человека. Единственное здоровье, которое важно для Бога – это здоровье души. Ау, демонюга, чертей вызывает, гипнозом балует. Он говорит, Ирочка, солнце мое, слышу тебя. Не хотел на него глядеть. Ну ж коли просишь, поставлю-ка я его на самый край. Возьму-ка я его зашивая. И скажу, псина вонючая. А ну вы гляньте, как там, серый пахнет. Глубоко ли. Огонек ты видел, нет ли? Он видел, видел, видел. А братья иудеи ему говорят, «Да погоди, у нас есть тут курзаменитель, давай нас задать». Он так ничего не понял. Не обгодился. Не успел. Не смогло. Все в жизни нашей по воле Божией. Или по попущению его, когда он, видя человеческую гордыню, отступает со своей заступничеством и помощью от человека, который говорит ему, «Да я и сам неплох. Да у меня и у самого-то получается-то нехило». А ему и говорят, «Да и не вопрос. Да вперед». И вот тут дьявол, видя, что человек даже и без трусиков, аккуратненько пристраивается сзади. Нет ничего проще, чем пописать в бане. Так вот, нет ничего проще для рогатого, чем взять человека самонадеянного, который думает, что он есть хозяин собственной жизни. Мы всегда делаем все сами. И человеку дана свобода. Хотя бы для того, чтобы он сделал свой выбор. На карте стоит время рождения и конец. Весь путь прочерчен галсами нашими. И все, что прочерчено, все мы с собой и заберем. Это свобода. Но никак не всегда сборенность. Потому что, если мы пересекаем, грубо говоря, фарвата, мы налетаем на мель или садимся на риф. Потому что тут Господь говорит, «А вот это не моя юридикция. Это вы границу пересекли». У вас же право. У вас же была свобода. Вы юридизовали. А там вы самарийцы и кто-то нас ждет. Вот сейчас они прибегут. Не волнуйтесь. У них там все строго. Вот поэтому юмористическое, легкое поверхностное отношение к подобным вещам вызывает, скорее, обратную реакцию. Когда мы, дергая за хвост Рогатова, пугаемого тем, что он может нас потерять. А он также ревнивает. Но тут опять интересная штука. Вы знаете, поразительную вещь прочитал. Добро не борется со злом. Потому что добро – это любовь. Бог есть любовь. И создатель не может сражаться с ангелом падшимом. Потому что он такое же тварное существо, как все остальное. Он творение Божье. И зло для добра, по сути своей, оно не интересно. Это не есть самоцель. Но зло всегда борется и сражается с добром. И тут, если только добро не проявит себя в позиции по отношению к греху, то есть к злу, оно заставит зло множиться. Вот почему добро должно быть с кулаками. Но не оно инициирует эту войну. А зло, которое ненавидит все вокруг. В нем есть тот Адамов грех, познание злости и ненависти, которое терзает человечество с момента появления его на земле. Когда первый ребенок, рожденный от этой связи, убивает брата своего. А вы знаете поразительную вещь? Ну, не знаю, знаете ли вы это? Для меня это было откровением. Ну, вот они напоролись в твой яблок. Вот они в этом райском саду. Господь здесь на курсе, но он Бог. Он уже там как бы, видно, всегда сработал. И он говорит, где они? Почитает их искать. Находят в кустах. Говорит, ну вылезай. Ну, зачем ты сожрал это яблоко? Я нечего. Говорит, мне есть что-то. Говорит, ну я что, я нечего. Да меня вообще-то, говорит, вот баба спутала. Он говорит, вон он вот, сидит. Я-то бы сам никогда. Он говорит, это ты мне сейчас объясняешь, что вот не ты виноват, а вот она. Я тебе больше скажу. Давай, я тебе напомню. Бабу-то мне ты дал. Он говорит, о как. Он говорит, ну в общем да. Так это я еще и получаю тебе виноват. Ну я этого не говорил. Ну баба, я на твоя. Ну что ему Бог говорит? Надо было всего лишь прощение попросить. Прощение. Всего лишь прощение. И все. То есть то самое прощение, которое каждый человечек, который шагает по этому ужасному миру, который есть царство, князя, мира сего, падшего ангела, который вытворяет здесь все, что ему вздумается. Когда он идет и пачкается при каждом прикосновении от него. Когда он просит прощения за свою слабость и пчелность, за свою слабоволие, за свое безумие. И тогда прощается ему. И Господь встает на этой стороне. И нет большей силы. И тогда происходят чудеса поразительные. Чудеса веры Христовой. Когда ты понимаешь, что если воля Бога с тобой, а ты с ней, мы все сильны. Нет ничего большего, чем то, что заключено в Создательном. И тогда мы понимаем, что где бы ты ни был, как бы ты ни чувствовал себя маленьким и возможно неважным, ты можешь оказаться в центре Вселенной и заставить ее крутиться вокруг тебя. Но не по гордыне твоей, а потому что ты вдруг встал в той точке, где стоял Бог. И ты стоишь рядом. И воля твоя соединилась с Его волей. И ты понимаешь, что это был правильный выбор. И нет у тебя вульгарной радости от того, что получилось. А есть радость от того, что не ошибся и сил не нашел. И плата оказалась достойной. Вот в чем штука. И посмотришь на святых, которые прозорливые были, чудотворцы. И удивляешься, просили они, Господь, забери. Мне-то это зачем? Зачем мне эти искушения? Зачем мне сомнения по природе этих явлений? Когда на Афоне является человеком видение странное, есть совершенно принятое святоотеческое отношение концессус патрун, согласие отцов, в том, что это не полезно. Потому что что ты за святой такой, когда тебе при жизни является то, что, предположим, не являлось апостолом. Чем таким заслужил? Как ты просиял-то так? Поэтому это называется прелесть. Вот почему нет расхожих чудес в православии, где есть так много, скажем, буддизма, каких-то сектанских проявлений. Посмотрите, десятников. У них дух святой ходит, каждая тусовка. Тусовка началась там, попели песни, поиграют на гитаре, и понеслось дух святой спускать на раздель. И у них там пена изо рта, ноги трясутся, падают в обмороке, бормочут, что-нибудь будет. Красавцы! То есть, на апостолов так и сходило. Ну, чтобы вот так тоже. А у них там, ну, ура! По свистку. И они в плане даже критики. Но, как легко узнать дерево по Павданову. И когда Спаситель говорит, что проще верблюду пролезть в угодную ушку, чем богатому человеку во постерстве небесное, то харизматые американцы говорят, если ты богат, то угоден Богу. Он же тебе позволил быть богатым. Ну, значит, ты молодец. Вперед, бонзай! Они ищут технологию, как договориться с Богом, поддержать Его за бороду и попрет в делах. Не больше, не меньше. Зачем ждать Царство Небесное, когда оно сейчас уже здесь? Ну, там, как бы, филиал. Имеет право. И на это прозвучали слова, которые, кстати, легли в девиз флага над их сегментом. И вот эту книгу мою там, грядущую. Владыка! А спасутся ли католики на страшном суде? Насчет катомликов не знаю. Настоящее антикризисное управление. Они такие мордастые, такие фактурные москвичи. И они, как-то, приехали за неделю до меня. Он смотрит и говорит, ну, господи, какая-то банда разлетителей. Вот у тебя антикризисное управление. И тут я появляюсь. И он говорит, я когда увидел, наличие потерял. Ну, эти-то. Ну, вот это-то что такое? Я говорю, ну, вот так, да, вот такое. Вот умеют в антураже. Поэтому, если уж сторонние наблюдатели в каком-то бизнес-процессе с трудом все это дело переносят на первый взгляд. То я, как человек меняем, вполне понимаю, что лидером нации мне не быть никогда. По одной простой причине. С лица они вышли. Партию мне какую-то там осглавлять. Смысла нет никакого. Потому что есть люди гораздо более простые. Вот видите, как я все это делал. Видите, даже кожи знаки происходят. Не вру! Так вот, значит, вы понимаете, нельзя переплюнуть собственную макушку. Поэтому моя задача крайне проста. У меня есть собственное мнение. Я бы старался для себя его аргументировать. Будучи кандидатом наук как раз-таки на стыке психологии и педагогики, я все-таки думаю, что это будет правильным. И я делаю одно. Тупо, не сворачивая, а меня очень трудно завернуть. Ну, в силу характерных особенностей. Я иду по однажды избранному пути. Я пытаюсь сформировать ту национальную идею, отсутствие которой, оскорбительное отсутствие которой я сегодня наблюдаю. В этой связи я могу быть не прав. Может быть, она есть. Но я ее не встречал. Может быть, есть политическая жизнь, но я считаю ее виртуальной. Может быть, у нас в стране есть какой-то порядок, в чем я очень сильно сомневаюсь. А если я из этого, опираясь на принцип соборности, я как человек православный, считаю, что совесть православная моя не позволяет мне молчать. Я, собственно, поэтому и говорю. Вы знаете, тут не благодаря, а вопреки. И ожидает тут никаких, кроме одного. И когда залоза в заднице постоянно свербит, и людям придется с этим что-то делать. Единственный способ, я знаю, не замолчать, это меня, нигде, другим образом, физически устраивает. Такое тоже бывает. Я к нему с уважением. Ну, как сказал Ваня Хлавыстин. Андрей, власть не столько сломает, что тебя еще до сих пор еще не пристрелили. Дай богу здоровья, Ванька добрый. А вот я хохотнул и тупо начал делать свое дело дальше. Продолжим. Ну, вот такая-то преабула. Я, честно, сразу осознаю, что я болтлив, виленечив, и коротко объяснять и говорить, наверное, не умею. Потому что мысль из меня льется, и останавливать ее как-то, в общем-то, мне даже и не хочется. Поэтому ответы мои будут длинными, и я буду стараться сделать это в более в виде нескучной. Ну, вот как-то вот, типа познакомились, да? Это вот как-то издалека. Ну, и давайте вот, тут у меня как раз таки были сформированы вопросы, чтобы я на них опирался. Сразу выдам маленькую тай. Честно говоря, единственное, зачем эти вопросы нужны, это чтобы понимать, что люди реально поняли, куда пришли. Потому что, вот, были моменты такие, особенно в самом начале, когда, как бы, непонятно, непонятно это было. У меня некая амплуа такая забавная, коллеги телевизионщик сформировали. Вот это амплуа можно вот одной очень короткой истории, вот, объяснить, что по этим, вот, чего я такое для широких масс советских тружинок. Когда Елена Анатольевна, в то время чемпионка мира, пришла ко мне заниматься, мама ее спрашивала, душу я на тренировках? Ну, вот она сидит, она не соврет. Мама спрашивает, он тебя душит или нет? Скажи честно. Я душит тебя. И причем он сейчас, Кочерпин, кто это? Да это такой вот дебилоид, вот, в красной курточке и штанишках, который, значит, вечерами режет себе ноги заширает. А все остальное время матерится, бьет всех палкой и душит. И вот этим он занят, как бы, и это и есть вот, как бы, вот, его форма существования. То есть, он вот так вот живет. Я когда спрашиваю, значит, журналистов, а зачем, за что у меня так вообще? Ну, почему вы взяли какие-то вырванные из контекста кадры, не объясняя, что это? И вот это все, как-то, вот, растиражировали. На что сказано было абсолютно искренняя честь. На пиплата хава это. Ему же нравится. Но они с такого еще не видали. И все, что связано с Кочергеным сегодня, это обсуждение кадров. Никто такого не задушил. Вот. Где мама-пери-мама. И, соответственно, палкой по жутке. Мель пардон, за мой французский. А вот, и люди, которые никогда меня не видели, ни разу со мной ничего не общались, они уже четко имеют это мнение. Это мнение они пытаются, значит, выплеснуть. Причем, при всем многообразии собственного лексикона. Опять же, имеет право, опять же, мне это мешает. Слава Богу, для них еще ни один человек, ни один человек на этой планете не попытался мне что-нибудь встать в лицо с расстояния хотя бы в метр. Потому что, признаюсь честно, будучи человеком совсем нелегкого характера, уж совсем нелегкой в прошлой жизни, и приличного, несмотря на мои вот уже через 5 минут 48 лет, при делу и так постараюсь, чтоб трусы его попелокнули. Поэтому, как-то вот и не надо бы. А поговорить-то, пожалуйста. Так вот, вот когда вот это вот все это я говорю, вот в вопросе, который здесь написано, говорит об одном, да? Что люди реально понимают, кто перед ними сидит. Это уже хорошо. Вот прекрасно просто. Потому что разочаровывают кого-то, ничего противного. Это же вам респект. Ну и первый вопрос. Вы не поверьте, из Токер, мама. Так. Во-первых, стал плохо видеть. Во-вторых, академически выгляжу. Сообразно в своей докторской степени. Помогаете ли вы молодым людям свернуть с кривой дорожки? Если да, то какие-то доводы приведут. Господин Мурашкин Токер. Вы знаете, я столкнулся с неким феноменом. У меня, в принципе, я человек медийный. Я в силу такой своей забавности прохожу по базе телевизионной, как человек, спасающий программу. Ну, например, идет программа по ТВЦ, касаемо Сменина Быкова. И они подбирают коллектив на это ток-шоу, и понимают, что они какие-то все пресные. Ну, какие-то ботаники все там. Именно жрец какой-нибудь такой, что он резанул так, что он прямо не гей. Они говорят, о, так вот, знаем. И мне звонят, я спрашиваю, а где у меня телефон-то взяли? В базе. Балочка-вылчалочка, сейчас переедет называется. И вот здесь, как бы, я постоянно вылезаю вот с какими-то своими вот этими вот занихватскими идеями. А я прекрасно понимаю, что на сегодня, как бы, стесняться в выражениях можно только в плане некой этики и воспитывательности. То есть, любая многолюгализация, даже очень высокой идеи, она ее доводит до ничтожности. Поэтому не стоит грязными руками за беленькой платьицей хвататься. Но при этом, при всем, как бы, мне никогда не приходилось общаться с аудиторией узконаправленной в какой-то вот задаче. Сейчас объясню, о чем я говорю. То есть, одно дело, я каратист, да, и у меня существует ресурс, который, как бы, посвящен нашим совершенно реальным техническим наработкам в области спорта. И поразительно, но мы прошагали какой-то совершенно огромный и достаточно яркий путь сегодня, как некое спортивное направление, некая, скажем, металлическая школа. И это призвано реально очень большими специалистами в этой области. Я, как бы, даже поражен, потому что я даже не очень заметил, как это все произошло. Но вот эта интеграция того, что мы наделали, вдруг вот как-то вот воплотилась в этот продукт. Сейчас выходит замечательный фильм, называется он будет «Короткая лаконичная нож». Поверьте, ничего подобного в мире еще никто не делает. Я почему знаю, потому что я отслеживаю все это дело. Так вот это будет первое в мире очень качественно сделанное пособие, где будет металлика книжная такая, а к ней будет видео иллюстрация. То есть это будет фильм полуразмерный, 90-минутный, в котором будет просто разжевано все до молекулы, как, например, сделать спортивный ножевой бой. И по этому будут даны сюжеты о том, чем отличается спортивный ножевой бой от нашей системы группы готовки НДК-17. Вот это пример. Вот мы так работаем в области спорта. И вот вдруг к этому спортсмену ВКонтакте в социальной сети добавляется, не позволяет мне ВКонтакте 10 тысяч пользователей и 6 тысяч подписчиков. То есть что-то в районе 15 тысяч человек каждый день висят у меня на странице, и вдруг задают вопросы для меня поразительные. Вы не поверите, подавляющее большинство вопросов звучит примерно так. Андрей Николаевич, как мне пристать бояться? Ну это вполне непонимаемо, почему так. Второй вопрос. Андрей Николаевич, у меня девушка ушла. Вот что мне делать? А третий вопрос. Буквально вчера пришло, я живу в общежитии, ко мне прибежала привокусница, и ее только что лишили девственности. Вот она 17 лет девчонки, а ее товарищ напоил и трахнул. Она плачет, я понимаю, что должен с ним сейчас что-нибудь сделать. Вот как вы считаете, как мне поступить? А, кстати, вопрос, как вы поступить? Скажите мне, а я скажу, что есть. Милиционером? Придумайте. Милиционером позади. Так, хорошо принимаем. И дальше что еще? Утешить. Ага, второй неплохо, да, еще что-то. Что отвечаю я? Где вы думаете, что это сделал? Почему она пила? Где она пила? С кем она пила? Кто сказал о том, что она сказала, это правда. Почему не из трех источников? Я аналитик. Информация считается истиной, когда она подтверждена из трех источников. Она рассказала историю. Бывает. Интересно, ее не просто изнасиловали, а ее лишили девственности. А вот он еще утром на ней смеялся под домиком. И следующий вопрос. А сколько ей лет? И вот это вот, я говорю, нет, я не то чтобы вот говорю, забей на девочку, она сама виновата. Нет. Ты эти вопросы себе задай, потом задай их ей, а потом уже примет для себя решение. Стоит ли тебе бежать в комнату какого парня, который просто и трахнет? Ну такое бывает. Понимаете, в чем проблема? Это цинизм некая ситуация. Ну, потому что ее не трахнуть было невозможно, потому что не хотел ее расстраивать, предположим. А она вдруг решила, что можно, не то чтобы решила, а на неком интуите она решила эту ситуацию подхватить, и вот она вдруг расстроилась. Ну вполне. Ее понимаю. Как вот знаете, вот опять же цинизм, извините, провожает тетенька из рабочего пригорода дочь на танцы и говорит, много не пей, сразу не давай. Понятно, правда, жизни. Понимаете, теперь что ли? И вот тут все эти вопросы ко мне приходящие, они ждут не формального ответа и не рассказа о истории сотворения мира и потом спритчи под воротом троллевая, а я и по-простому. Я ведь парень от горячей помойки и жизнь-то прожил. Реально такое, что я понимаю, что что-то в течение лет 15-20 я живу в бонусной части, то есть все, кто были рядом, их нет. Это правда. И ты понимаешь, что в эти моменты, когда вот уже накоплен столь серьезный опыт преодоления каких-то реальных совершенно трудностей, ты имеешь право на слова, которые вообще-то даже отец может быть не скажет. А ведь подавляющее большинство людей мне пишущих, это люди где-то в районе 25-ти, а то и 20-ти лет, и у меня сын 26. Я думаю, что бы я сказал своему сыну, если бы с ним получилось что-то подобное. Как некую иллюстрацию могу сказать, например, следующее. Однажды мне позвонил мой пацан, который в то время был студентом университета педагогического, а я узнаю очень хорошо, он так убывает, то есть своих детей как бы знаешь. Я более чем уверен, что кто угодно тут не подлец. Это правда. Он говорит, папа, у меня стреляли. Вот челяли. До сих пор там очень весело. Я бы начал просто отцепенел. Представьте, вот вам говорят, что вашего ребенка стреляли, и не факт, что он повторится, потому что если вы начали стрелять, видимо, может промазали по тупости, что бы второй-то раз наш мальник. Я посидел, посидел. И первое, за что, почему, да, как бы кто, а что случилось? А я понимаю, эти вопросы не нужны им. Потому что, во-первых, часто бывает такое, что ребята не готовы говорить вещи, которые не касаются никого кроме них, но потому что существует некий кодекс чести, как минимум. Второе, все, что они говорят, это вот та девочка, которая напиваясь, дает рахтами. Но он что-то плетет. С этим разбираться надо. Ни времени, ни возможности нет, я живу в другом городе. Я ему говорю буквально следующее. Василевка, ты главное не волнуйся. Если что-то случится, мы приходим тебя убили. Папа приедет, всех убьет. Он помолчал, помолчал. Я говорю, слушай, мне реально легче. Я говорю, конечно. Потому что ты когда-то услышал, я сам их слышал. Я их слышал. И нам сказали, да ты не бойся. Что такое? Пусть всех убьем. Я ему сказал. И вот тут возникает интересная вещь, поразительная по своему беде. Как только человек понимает, что он знает, почему он не боится, вот эта беда отступает. Я получаю от этих ребят какие-то вещи, я им это говорю. Девочка, девятнадцатилетняя, пишет и говорит, мне папа бьет. Что она делает? В девятнадцатилетняя. Он меня бьет. Он меня постоянно бьет. Я пишу ей. Вот это ли не долг? Вот это ли не позиция? Вот это ли не нравственная задача любого взрослого человека? Волей судеб я могу это делать. Вы не представляете, какое счастье это для меня? И не в плане, что кто-то где-то помянул мне доброе слово. Да мне, пардон, насрать. Я просто понимаю, что вот у меня есть долг, и я его исполняю. Солдат не верещит от восторга, и я в атаку. Он исполняет однажды принятое решение. Потому что мы, люди, живем, как правило, для себя. Во всем причем для себя. Абсолютно для себя. Мы эгоисты до глубины последнего атома нашего. Но тут маленький нюанс небольшой. Да, для себя, и только для себя. Но каждый в своем направлении. Потому что батюшка Серафим сказал поразительное, по тонкости, и умение мысли. Стижая дух в мире, и вокруг тебя сотни спасутся. То есть, занимаясь личным спасением, то есть, личным соизмерением себя с неким божественным, каноническим, строенным миропорядком, мы вдруг оказывается, что пригождаемся людям, нас окружающим. Причем последнее, что с нами произойдет, это ликование и счастье, обожание нас этими самыми людьми. Человек слаб. И помогая, выручая, жертвуя чем-то для них, ничего кроме усмешки, приятельства и ответной мерзости, вы не получите. И слава Богу, потому что в раю нераспятых нет. И когда ты вдруг до конца понимаешь то, что ты должен, понимаешь цену, которую ты за это заплатишь, и вдруг понимаешь, что ты готов, вот тут наступает та Божья благодать, которую обкуренные буддисты считают гирваной. Когда ты находишься в состоянии перманентного счастья, когда ничто тебя не беспокоит, ничто тебя не остановит. И радость от того, что ты помогаешь им или окружающим, от того, что ты с каждым маленьким-маленьким шажком все больше и ближе подвигаешься к тому, чтобы твоя воля соединилась с волей Бога. То есть, когда ты понимаешь, что способ и метод твоей жизнедеятельности совпадает с тем каноническим представлением, которое Господь принес в этот мир. Я вполне понимаю, что любая тема религии, тем более когда человек начинает вдруг с какой-то позиции более высокой, либо более аминтированно через слушатели рассказывать об этих вещах, она слегка грешит какой-то надменностью. Часто это напоминает какое-то сектантство. Когда вдруг зашоренными глазами кто-то что-то начинает рассказывать, захлеб, и все понимают, что, ну, в общем, парень, наверное, прав, но он как-то пугает. Так вот, касаемо моего православия, в Саратове батюшка Нектарий, который меня пригласил туда, Игумен, он сказал перед монахами, перед семеронистами, это первое такое выступление публичное было на эту тему, он сказал, это не богослов, у него дворовая православие, но он работает, для него, по крайней мере. Она правда работает. Поэтому, когда я вижу ребят, которые в чем-то наступаются, единственный способ, показатель, как надо быть по-другому, это явить мир в собственный подвиг, подвиг жизни. Причем самое интересное, мы почему-то решили, что время и место подвига – это война. Там, где льется кровь, там, где нужно в атаку, там, я не знаю, с гранатой на груди под танк, одного не понимаем. Мы все находимся в состоянии войны. Уже две тысячи лет мы сражаемся с дьяволом. Как бы это ни звучало глобально или гипотетически, но это так, потому что поле боя – это наша душа, и мы сражаемся с тем грехом, с которым мы вправе справиться. У нас есть на это силы, но я почему-то даю себе право думать о возможности продления нашей жизни, что потом когда-нибудь, а это пока все делают, я буду делать вот так. И получается, что он выигрывает, ну, трогает. То есть по очкам идет. А вот мы все надеемся, что Господь еще милует, нас еще пару дней. Я за счет, уже управлял батюшка Серафима, прочитал, уже не мог остаться, и говорил, Господи, дай еще минутку, дай еще денек, грехи мои тяжкие отмолить. Это человек, который в пятилетнем возрасте упал с колокольня и не разбился, а вскочил и побежал домой с колокольня. Чем явно было виден его некий божественный промысел в отношении этого мальчика. И, естественно, он в возрасте подстригся. Это монах, который уже в те годы просиял своими незаурядными способностями, прозавливостью и так далее. И он просил о милости к нему, чтобы он миловал от греха. Что поразительно, еще раз говорю, что нет большого или малого греха. Место подвигу есть всегда, когда вы делаете то, что для вас тяжело, что требует некого мужества, пускай даже в малой доле. И этот опыт в любом случае перенесется на все остальные стороны вашей жизни. Поэтому, если я хочу помочь ребятам избежать какой-то беды, единственный способ сделать это – не оскорбляя их и не насилуя их. А в любом случае любая педагогика – это элемент насилия. Если только это не педагогика, личный пример. И когда спрашивают, какой ты имеешь право говорить подобные вещи, я говорю, очень простое. Я говорю то, что думаю, даже не так, как говорю. И пускай мне кто-нибудь откроет пальцем на события моей жизни, которая бы не отвечала тому, что я сказал. Досужие вымыслы про меня, которые мы сейчас залили в интернет – это реакция того самого мира, который сражается со мной. На что я отвечаю? Если у православного нет врагов, это слабый православный, его дьявол не видит. Меня он видит, будьте здрасте. Слава Богу, слава Богу. Скромности он немало, правда это. А что он не скромничный? Господи Боже мой. Я что, татарская невеста что-то? Говорю как есть. Ну вот так. Это на первый прав, подлинный. На второй. Возможно ли победить закон джунглей? Знаете, вот с Володей на протяжении вот этих двух дней чернок вещает с удара. Он парень такой туколатый, дедливый. А вот как, если что-то там, ну как же их всех там победить? Это же вот здесь, а у нас тут не пройдет. Мы в Англии тут. Это у вас там можно вот так, а у нас тут нельзя. Знаете, поразительная вещь. Вот Газпром, да? Представляете, Газпром. Это прям миллиарды туда-сюда. И прям представляешь, вечером, вот эти топ-менеджеры тихонечко, с мешочком денег домой, поползли и побежали. И вот это все так, все так думают. Прям вот так примерно. И самое интересное, в этом есть какой-то смысл. В этом что-то есть. Ну, не с мешочком понятно и не на полусоглаках. Но, тем не менее, когда мне удалось попасть туда, я реально топ-менеджером был. Я замгенерального директора западно-сибирского гастрона. Самого крупного в свое время отделения. Сто процентная дочка. То есть то самое место, откуда пошел сам гастрон. Где кабинет Р.М. Лехарева на всю пору стоит. Где, кстати, кабинет, что нам нужно, например? Тем не менее. И когда я думаю, пришел, там все было очень забавно. Когда что-то возникало, ну, предположим, где-то что-то проворвалось и попался. Да не вопрос. Просто надо было понять, кому сколько, и все уболцалось. Пока я не приехал. Потому что, когда я приехал, дело в том, что как-то никто про меня ничего не знает о семье моей. Вот так принято. Ну, то есть меня столько лет уже занимаясь вещами странными, служа в разных разделениях, в разных ведомствах и так далее, занимаясь, как правило, какой-то очень нечистой работой, я стараюсь, в общем, лишний раз не третировать психику моей мамы. Потому что я ей говорю, вдруг моя мама не звонит и говорит, спросите мне вещи. Не знаю, где я и чем я занят, просто секунду. Она говорит, Андрюшка, деньги будут совать, не бери. Я говорю, мам, я не собирался. И не начинай. Я говорю, да и не буду. И не вздумай даже мне. Я говорю, мама, я понял, хорошо, не буду. И не начинай. Я говорю, я понял. Мамочка, тридцать четвертого года, у меня такая старушка, значит, решила сыну позвонить, ну и накатила что-то где-то. Понимаете? А я такой кладнул, значит, трубочку. Господи, ну, я и не собирался, собственно. Ну, спасибо, ну, хорошо. Телефон, господа бога, мама моя такая, да? Алё, сын, не начинай. И после этого, ну, как-то даже смешно было бы, если бы я где-то что-то как-то, я горжусь этим так. И вдруг оказалось за вот эти пять лет, я действительно персонаж. Все знают, что не свернёт, вцепится, не отпустится и не купит. Ведь реально не купит. И ведь было, ну, естественно, было, это же процессы, потому что там троллевали. Подходят люди мои уважаемые и говорят, Андрей, у вас тут возникла некая экономия, мы все понимаем, вот хотели бы. Я говорю, нет, ребят, ты понимаете, вот дожить там до 45-ти лет не положу. Вот, как-то там. Я даже без обед. Я даже разбираться не буду. Но вы этого не говорили, я этого не слышал. Ну, потому что, ну, как бы смысл, надо вот взять все равно что-то, дайте картонку. Сколько ты мне хотел дать? Пиши по мастеру, клей на руки. Я что, сколько стоишь? Да чего смеяться? Нет, я стою гораздо лучше. И тут внутренняя амбициозность в силу того, что ты понимаешь, что… Вы понимаете, обратно в ходу не будет. Все. На забыли сеять нельзя, попа больно. Ты либо с нами, либо против нас. Слава спасителя, Александр. Ты Никитра Примова. И здесь выходило так, что вот тут целая вот эта организация… Я сразу скажу, что расхожие заблуждают, что все одно варьё – это ложь глубочайшая. Там есть люди поразительные просто. По образованности, глубине, профессиональности, навыкам и так далее. Я просто их знаю. Но, тем не менее, я могу сказать железно совершенно и не ошибусь, что есть коррупционная составляющая, без всяких сомнений. Так вот, поразительно, что эта коррупционная составляющая не смогла меня сажрать за всё это. Более-то, поверьте, я бы более чем успешен своей ипостась, а занимался финансовым инвентарем. То есть, как раз тем самым контролем денежных средств, когда они подпадали под категорию неправомерного использования, либо нецелевого использования, либо вот таких вещей. Поэтому переменить можно всё, что угодно, личной позицией. Причём, самое интересное, поверьте, что люди в основе своей существа очень хорошие, добрые, вежливые, честные. Они просто боятся в этом поверить. Когда они видят, что бодро, они с удовольствием так сделают. Это правда. Я это видел. Я это делаю. Если это в состоянии сделать какой-то негудышненький мальчик из города Челябинска, не имея, так положено, какого-то образования. У меня профильное образование. Я бы не занимался тогда газовой области, что-то кудрецкое. Не образование военное. Но, прежде всего, вышло так, что во многом благодаря этой туговатой позиции мы не смогли санировать просто удивительно по размерам и задачам предприятия колбик. И, в общем, вот сейчас антикризисное направление закончилось. Сейчас оно уже перешло в состояние выполненных задач. Поэтому ещё раз говорю, что закон джунглей для тех, кто в этих джунглях жить хочет. Если я не хочу, джунгли превратятся именно в то, что я решил сделать. Как Ванечка Хлобыстин, мой большой дружок, я очень люблю, сказал, не верьте, что мы бессильны. Сины наши безграничны. Мир в наших руках. А если он не в наших руках, то мы уже сдались. Мы уже проиграли. А я ещё направляю обычно. Мы русские, мы нация-герои. Так было всегда. А если русский не герой, то он друг. А если он не труп и не герой, то, по словам господина Настоевского, русский без православия дырея человека. Не воюя с грехом, с трудностями, со всем тем, что Господь посылает нам по силам наши, избегая этих сражений, мы превращаемся в дрянь. Мы начинаем жрать водку, безденечать и мыть. Как это сейчас, в принципе, очень модно в России. Потому что мне страшно летает, с чем я, собственно, и сражаюсь. Сегодня в том числе. Третий вопрос. Какие вы видите нового гражданина России? Правильная штука. Недавно сострел, сейчас выйдет передача, буквально сегодня ночью. Называется «Контрреволюция». Я контрреволюционер. Меня сам все называл. Я там задал еще вопрос такой для аудитории, на который мне ответили. Сдаю его вам. Назовите мне, пожалуйста, последнего императора России. Имя. И кому-то это не это? Ну, понятно, что не это я говорю вам. Он говорит, не это. Ну, их хитро. Посмотрим. Ага. Ага. Еще раз. Потому что единственное, что определяет гражданина империи, а мы не можем быть не империей, хотя бы потому, что размеры нашей страны чудовищны. Мы огромны до безумия. Мы величайшая страна мира. И таковой мы были очень давно. И вот таковой мы стали потому, что, предположим, мой просчет. Фомко Кочергейн, сотник войск Ермака, восемь поколений, от которого я сейчас здесь перед вами сижу, захватим Бурятию. Это он Бурятию присоединил, раздолбив бурятского князя и заставив его принять русскую корону и платить ему дать. Это мой просчет. Ваш черед где-то там. Это они сделали. И у них был имперский дух. Потому что можно иметь территорию. Можно иметь деньги. Можно иметь в руках оружие. И можно умереть от цирроза печени. Ну и потому, что вот это все есть, а внутри нет какой-то искры Божьей, которая заставляет схватить в руки это оружие. Представить на границах того, что дали нам даже не отцы наши, а те деды наши, которые реально в крови топили всех. У нас какая-то русская такая парадигма. Когда вот знаете, если кровью не хакну, то как-то даже скучновато было. Вот как-то у нас вот это вот с огонечком-то бы надо. Задница как витилек такой, чтобы рвануло так, чтобы дерьмо витилят. И вот тут еще раз говорю, без этого нам конец. Просто конец. Я однажды сижу тоже, мы начали разговаривать. А там люди все военные, и вот они начинают нерегнуть, и начинают плакать мне что-то, рассказывать. Вот, обокрали, ободрали. И говорят, мы потерпевшие все. Мы же потерпевшие. Кто знает, что означает аббревиатура «Лох». Что это такое? Кто знает? Не знает, подскажу. Раньше очень любили сокращения. Кстати, это тема немецкая. Вот эта ЦК, КПСС, или главзапсим же устроить, да? Это все немецкие штучки. Самое длинное слово, которое я видел в своей жизни, это в немецком варианте сразу безбилетный проезд. Я не буду говорить как это по-русски, это 27 букв, написанных электком, и звучит как персональная ответственность каждого пассажира за безбилетный проезд в трамвае. Это одним словом написано. Это немецкая фигня. Это мы в Германии с такой историей. Так вот, поразительно, что бомж, лох, это все настоящее, принятое аберриатуру, дело производства в милиции. Лох это лицо обманутых хулиганами. Мы страна лохов, нас хулиганы обманули. И мы, вот лох он плачет, он такая Ярославна на берегу, у него плач. Причем картина с надрывом. И у нас сейчас вся политическая наша жизнь, забавная, виртуальная, она умилительная. Она умилительная своей инфантильной наивности. Когда мы рыдаем и говорим, мы не хотим этого, он противный, от него чесноком. Мы хотим другого, дайте, дайте. Им показали, а вот этого, ой, а вот этот кинер сюрприз, он милый. Мы хотим попробовать его, дайте ему лизну, он сладкий. И как это мило? Начинай, милый, начинай, я тамлюсь, я вся в неволе, давай. А он раз, опять не то, да будь ты, господи, здрасте. И вот это все сказочное, вот это лубочно-керемочное, петушино, вот как-то конфетюшное, вот оно во всем такое у нас. И нам объяснили, что политическая жизнь, это когда можно по моям, и вот его раз, и ты смог. Тебе вот Навальный дал, ты прочел, и ты возбужден варьё. Варьё. Маня, наливай, варьё, дай махану, махану. Мне, ну сука, ну да как такое. Пойдём, пойдём, выступим. Мы им сейчас скажем, что мы, я умею. Мне, батька, это слова, я-то их помню. Это политическая жизнь. Критики, это неудавшиеся производственники. Это когда я сам-то не умею, но мысль по поводу третьего концерта Рахманинова для фортепиана с оркестром имею. И я её таки скажу. Что за буржуазная трем-теребонь такая? Где там, ты понимаешь, вот пролетарский дух-то возник? Или как в своё время Хрущёв. Это вы ничего тут понарисовали? А где колхозница со шпалой там или чего-нибудь там в руках? И у нас возникает странная вещь. Конформизм советского общества, где каждому объясняли, что он винтик в огромной машине, перекочевал в общество сегодняшнее, но, к сожалению, не оплодотворённое идеей национального развития. Если в царском обществе, где помазанник Божий был отцом народа, и где все понимали, что православие – это тот флаг, который развивается над нашими войсками, это та империя, которая Третий Рим, и герб наш – это герб Византии, чтобы вы в курсе были. Вот это было оплодотворение. Когда за Робину, за Сталина – конечно, да. А сейчас ничего этого нет. И мы не оплодотворены этой идеей. И ничего у нас нет. А по поводу Сталина скажу следующее – самодур и титаническая личность. Ничего более грандиозного на протяжении всей истории России с ней не происходило. И тем более ужасающим является итог этой работы. Потому что его задачи были выполнены, но ценой уничтожения национального духа. Потому что, как ни крути, а некая интернационализация самой внутренней политики страны привела к тому, что мы забыли кто. Мы забыли, что русский человек – это титульная нация страны, носящая имя его же. Я всем постоянно напоминаю. Существует Морис Борец – поразительный человек. Француз, конец, по-моему, 19-го века, который сформировал само понятие титульной нации. Если его прочитать, то становится ясно и понятно, что это не фашистский закидонов в России по поводу некой внутренней претензии русского человека, почему он вдруг перестал стать хозяином на собственной земле. А это вполне понятное академическое представление о том, кто и где и когда хозяин на таком основании. Напомню, что поисковикат не искать. А титульная нация – это название территории, на которой проживает. Здесь все понятно. А Россия и для русских. Чего-то такого. А титульная нация формирует национально ориентированное государство. Если оно титульное, конечно. Которое защищает язык, обычаи, культуру. И формирует законы, которые позволяют титульной нации осуществлять охрану и обороны ее рубежей. И реализовывают законы, которые сформированы титульной нацией. То есть законодательная власть, тюметка власти, формирует законы. А исполнительно их воплощают в жизнь, если из них исполнены. Что может быть проще? Где тут у Маиса Бореса конфликт или циклическая ошибка, которая могла бы привести к ничтожности этого заявления? Еще один вопрос. Сила титульной нации заключена в отношении ее к диаспору за рубежом. То есть к тому отношению, которое испытывает некая митрополия к своим детям представительствам за границей. В этой связи, кого бы я хотел видеть гражданином России завтра? Кстати, момент небольшой. Как вы думаете, какой период времени потребуется при попутном ветре, если вдруг все прозреют, для того, чтобы изменить социальное и политическое устройство России? Ну, наверняка у вас есть какие-то мысли? Как генерации? 40 лет. Мне 2-3 поколения. 40 лет. 20 лет. Кто Гумилева читал? Кто только Гумилев? Младший или старший? Старший, по-другому все считали. Хорошо. Пассионарность помню? Да, конечно. Какой у него самый гениальный пример в области пассионарности в отношении Турции помним? Турции, да. Ататюр. Ататюр. Хорошо. Буду жестким сейчас, жутко жестким парнем. Если мы помним историю, вспоминаем Германию после расчленения ее, после Мировой войны Первой. Контрибуция чудовищная. Отношения Англии, кстати говоря, и Франции, проверженной Германией, просто поразительны по своему цинизму. Страна просто разорвана в клочьях. В этой самой ситуации возникает феномен господина Гитлера, который берет и подменяет экономические требования, кого бы то ни было, в политической жизни, на национал-социалистический. Когда он вдруг говорит, что не для пролетая все хорошо, а дочь убирается. Для немца все хорошо. И вдруг он берет, запихивая национальную идею, начиная с 1922 года, уже в 1934 году, в 1933 он становится, по-моему, канцлером, А в 1934 формируется феномен того, что превратилось в жуткую, страшную, ужасную, безумно функциональную машину под названием Третий Рейх. Сколько лет? Сорок? Каких сорок? В Германии они уже были обучены. Кем? Чем? Германия создана. Германия создана была в конце 19-го века как некая федерация. Ее не было в природе. Она разобщена даже диалектически. Я жил там, я свободно говорю по-немецки. Так вот, поразительная вещь. Страна, которая создана позавчера, причем швабов не любят все, а северная считает, что не поляками, при этом там куча всего. Этнически даже немцы, а не одна нация. И тем не менее, все это вокруг некого осевого сегмента идеи объединяется и поехали. Понимаете какая штука? Я категорически уверен, что в сегодняшней России революция не просто безумие, а революция невозможна по самому факту термина. Потому что то, куда сегодня нас тянут совершенно понятные и конкретные ребята, которые совершенно имеют конкретные и понятные гранды в тех совершенно понятных и конкретных Соединенных Штатах, они нас призывают к революции, потому что слово красивое. Революция подразумевает смену формации. То есть, вот сейчас у нас декларирована некая демократия и эшелонированная оборудование, предположим, СССР. Они говорят, вот случилось, мы положим гуманитарный катастроф, чтобы где-то. И вот они консолидированы, понимают меры разделения сектора, по контролю, протекторату и так далее. Раз, два, три, никто не замечает. Ну все равно помало чем там занимаются. Главное, чтобы не курили. А я думаю, что они делают-то? А потом вдруг выясняется, что концентрация вот этих самых гуманитарных войск на границах с Россией как-то подозрительно велика. И тут, собственно говоря, понимаете, говорить, кто это задумал, и чей-то опять очередной заговор, не имеет никакого смысла. Это когда нам очередные конспирологи начинают подкидывать там, вот же, понимаешь, заговор-то. Вот они чего удумали-то. Да какая разница, кто удумал и что? Одно понятно, что если только в этой стране, имеющей ядерное оружие, возникнет ситуация неуправляемого бунта, когда вдруг, возможно, очень-очень-очень проворовавшиеся люди, а я еще раз говорю, я сторонник судебных решений. Я категорически уверен, что сегодняшняя модель управления Россией, она ущербна как минимум. Второе, она во многом подпадает под действием даже действующей сегодня уголовного кодекса. Но это означает ровно одно, что смена формации, смена власти как таковой, возможно лишь тогда, когда возникнет новая экономическая доктрина развития страны. И эта доктрина, ровно по Марксу, родит некую политическую доктрину. То есть те политические задачи, которые требуют решения, ровно в том контексте, чтобы эта экономика начала работать. Изменение законодательства действующего. Сделать это нужно следующим образом, моему глубокому убеждению. Это когда возникнет некое общественное мнение о необходимости создания короткого, лаконичного документа. Как я обычно пытаюсь объяснить, что моя задача, моя в ней концепция укладывается на лист А4 наполовинку. 14 шрифта, чтобы бабушка могла прочитать. И чтобы я без очков прочитал. А вторая половинка, это политические свершения. Это такие, которые в моем представлении должны сработать. И тут штука интересная. Не надо вот эту доктрину, вот эту суммарную, экономическую плюс политическую, обзактить на политическом движении. Мне не так. Вот это, знаете, как благовесть. Вот пускай она караться в стране, и если, ну давайте сфантазируем. Вот коммунисты говорят, да, это круто, мы готовы работать. Я не люблю коммунистов. Ты имею право, потому что считаешь, что сегодняшнее состояние России, это во многом заслуга того партийно-мигалатурного класса, который представлял собой вот эта политическая элита общества, которая в итоге привела страну к так называемому застою. И тут же выдала маленькую тайну. Нами руководили тогда коммунисты. Они действительно были классы. Они попадали под определение класса. Вот если посмотреть политологию, то есть класс, что это? Термин определения, да? Читаем, понимаем, да, под себя пишут законы. Это действительно элитарное общество. Они действительно преемственностью своей обладают. То есть их дети, золотая молодежь, и дальше по списку. Так вот, они нами управляли, и они как бы ушли. Сегодня нам управляют комсомольцы. Те самые комсомольцы, которые на зоне пути на свиноке коммунистов. Это та самая живая связь времен, радостная. Когда ты понимаешь, что ничего не поменялось, кроме одного. У тех идеология была. И когда ты воровал, тебя могли расстрелять, потому что 300 тысяч, которая считалась особо крупной, и хлопать в момент. Ведь хлопали. Ну, потому что, опять же, по инерции от Сталина все это первым. Потому что он же император был. Ну, нерадумно. И он такой был любитель, чтоб вот Тарьямов знал, как надо. Да. И могли хлопнуть это раз. А второе, как бы, я сам родом из СССР. Вы и для этого не знаете. Порядок там будет точно. Без всех сомнений. Милиция с оружием не ходила по улицам. Смысла не было. Милиционер был у каждого в голове. Вот. И вот, как-то вот, тогда-то он был. А у комсомольцев сегодняшних, которые сидят, скажем так, на вершине управления всем этим сетевым маркетингом, у них порядка-то нет, потому что идеологии-то нет. Им упираться не на что. У них материалов съезда нет. Политические партии – это всего лишь навсего некая косметическая шутка, которая определяет, что эти парни, которые пилин бюджет, название организации не имеет никакого реального смысла. Какие-то либералы, какие-то правые, коммунисты – это вот настолько люди зависимые и вторичные от того, что скажет тот самый неменклатурно коррумпированный класс, когда им разрешают, когда им позволяют. Я вам сейчас, простите Господи, конечно, я очень стараюсь не критиковать коллег. Ну, в силу того, что, во-первых, это неприлично. У идеология разговаривает про человека, если он сидит здесь. Ну, чтобы не выходило, что я за спиной, что-то ему там на спине написал фломастером, в таком рифте ехал. Но, тем не менее, меня поражает, когда сегодня выступает третий человек в государстве, еще вчера, и яростно клеймит власть, говоря о том, как же надо все в стране менять. Тут у меня возникает вопрос, сколько лет он был третьим человеком в стране? То есть, ну, президент, премьер и спикер Верхней Палаты – третий человек. То есть, власть его была чудовищной, по сути. Да, она носит некий формальный характер, но это третий человек в стране, и его позиция много могла поменять что-то. Тогда он не смог, ему власти не хватило. А сейчас он с президентом, и, значит, буквально сквозь зубы. И все это напоминает какой-то пушный спектакль. Потому что, понимаешь, они говорят о чем-то таком декларативном, типа «По рукам прекратим, Россия должна проливать». Да не так всем надо. Ребят, сидишь и говоришь. У меня голос, я болею, простудился. Крутый план покажи. Читаем. Национализация. О, господи. Короче, считайте. А там написано. Национализация ведущих сфер экономики. При том, что национализация сегодня возможна только тогда, когда мы понимаем, что путем эволюционных политических изменений мы сформируем национальное и социально ориентированное государство. Опять же, читаем, что такое государство. Ну там, про базис, настройку, все эти штуки интересные. Которые в состоянии контролировать те процессы, которые стоят на страже обычаев, законов, языка и культуры. То есть, вот сегодня взяли и говорят, ну хорошо, ты молодец, ты победил. Ты вообще молодец. Качалин? Молодец. Давай, пошел, пошел, пошел. У тебя остановились, наверняка там, ну тут понятно, там что-то уперся, непонятно капризничаешь, бывает. У тебя есть же, например, кто-нибудь? Давай, вот ставь и поехали. Ну и мы, в общем, тоже не против. Давай, давай, давай. Ребята мои золотые. Когда нормальный советский милиционер понимает, сколько надо в конце месяца отнести наверх, он не может следить за тем, как это будет исполняться, когда давайте-ка мы разведем экономику лицом к стране. Ну скажи, такой прикол. Так это в дуле тоже похоже. Да нет, не в дуле. И здесь идет разговор о том, что эволюция нам понадобится для того, то есть изменения этапные, плановые, если мы только собираемся создать реальную политическую жизнь, в которой возникнут реальные политические партии. Мне, человек, вот в России мы живем, я первый раз в Англии, пытаюсь что-то выступать, он говорит, а невозможно? Мы пытались зарегистрироваться, а нас никто не регистрирует. Представляете, какие подлецы! Мы им приносим бумажку, а они говорят, у вас ошибки афрографические. А у вас по формальному признаку не проходит. А у вас вот здесь вот. И мы все, не зарегистрировались. И у вас нету? Он говорит, нету. Не зарегистрировались. Я говорю, знаете, как вас убедили? Это же поразительно просто. Я говорю, назовите мне, пожалуйста, дату, орган и место регистрации партии большевиков в Царской России. Рассказать, чем закончилось? Он такой, ну вы сравнили. Я говорю, да я не сравнил, я собственно на российский опыт упираюсь. Не надо пытаться бежать к своему политическому врагу, противнику. Говорить. Я тут планчик принес, как я вам голову откручу, через пару лет. Вы не могли бы его согласовываться? Нет? Вы чего курите? Дилеры меняете? Ну вы чего? Ну что вы дурака валяете? Вы работать начинаете, а вот это мы не любим. А вот работать мы не любим. Ну, во-первых, ну кому хочется вот так вот с должности до вылетать, как ты червей вылетел-то? Ну кто себе в состоянии позволить? Я-то ведь настоящий сумасшедший. Я-то ведь на полном чесноке. Ванька, он же ненормальный вообще. Ванечка, это душа парень, он же ерунде. Я вот тут сижу опять же в передаче, мне говорят, ну он же во власть хотел, ведь он же в президенты. Так а ведь народ, ты бы пошел за него. Ну почему? Ну вы же друзья. Ну почему вот он не встал? Я говорю, ну во-первых, он выступил тут. Он такой вот еще снимает в Питере. Он говорит, а чего вы не пошли? Он говорит, а мне под законы рей нельзя. А кто пойдет? Он говорит, ну кто кто? Да кочердин поймет. Он такой молодец, у него харизма. Он говорит, ну вообще, я говорю, Ванечка, ну я мазок сдавал, ну нет у меня харизмы. Ни хламидии нет. Ну нет, ну здоров я. Ну нет у меня никакой харизмы, не болею я ничем. Это первое. А вот он пошел, ровно как любой юродивый. В силу того, что ни одного юродивого, если кто-то знает, что это такое, его при жизни никогда святым-то не считали. Да потому что странно считать святым человек, который ходит в голову, например. И все смеялись над ним. А он смотрел на них и говорил, а вы-то а что? А дед вы что? Он там дерьмо собачье живет. И опять все смеются. И как-то так радостно, как-то и вульгарно. Смотри, вот он живет ведь. А как же это собачье? А он голову поворачивал и говорил, а вы-то что живете? Не то ли говно. Только это собачье, а вы-то свое каждый день. Друг друга поедали. И вот выходило так, что подвигом своим нечеловеческим они обнажали грехи мира. И когда Ванечка дурачок охлобыстил. Спасибо Господу, парень, я люблю его. Поперся в президенты. Он сказал себе у него. Да я клоун. Ну я-то клоун. А эти-то кто? Вы-то кого выбираете? И ведь народ реально совершенно сказал, в каком-то таком, хотя бы в молодежном составе. Да нам этот-то клоун-то прикольный. Он же забыл. Он же действительно ненормальный. А эти-то нам как-то уже и нехорошо. И то, что он пошел, не пошел, это не важно. Он сказал то, о чем все говорили, и никто толком-то не рискнул. И выходит это так, что вот в этом даже подвиг у него, вот даже в этой части, что даже не дойдя до какого-то своего логического конца, он сумел обратить внимание людей на то, кого мы выбираем. Если какой-то клоун, часто дороже людей, которые позиционируют себя как политики какой-то страны, способные что-то решить. Еще маленький нюанс такой. Сегодня на всем политическом Олимпе все обещают изменения. Мы измениваем этот закон, мы измениваем этот закон, мы измениваем этот закон. Понимаете какая штука интересная? Вот есть, давайте говорить компьютерным языком, существует сервер, да? На нем существует некая внешняя поставленная задача. Он для чего-то стоит. И как периферию не меняет его окружающего, задача не поменяется. Потому что так сервер устроен, в нем вот так загружено. Если сервер не перегрузить, если не поменять его задачу, если хостинг не поменять, то тогда никогда законы не перешагнут основную задачу своего сервера. То есть вот есть генеральное направление, есть ответвление. Все ответвления, к сожалению, являются косметическими задачами. Поэтому я глубокое убеждение, что не изменяя его государственным устройством, говорить о изменениях в текущих законах, либо их послаблению, либо переориентации, это смешно. Нам крайне важна некая общественно-политическая позиция нации, которая основана была бы на внутреннем порядке, прежде всего, каждого человека. Я по серверсти своей ничего другого не знаю, кроме одного. А вы знаете, есть поразительная формулировка. Возлюби Господа, делай, что хочешь. И люди не очень грамотные, не понимающие, о чем идет речь, и говорят, ха-ха, прикольно. Их боги, их прощают, называется. Я говорю, да нет. Возлюбив Бога, у тебя так мало вещей остается, когда я свободу твоего движения, потому что ты попадаешь в четкие рамки поведения. Когда ты понимаешь, как тебе должно и как совершенно невозможно жить. И это счастье огромное, потому что нет ничего более прекрасного, чем определенность. Когда ты понимаешь, что жизнь твоя – это та самая малая цена, которая возможна для того, чтобы воплотить каждое твое решение. Ты понимаешь, что это огромный экзамен, который тебе придется сдать для того, чтобы, оказавшись лицом по лицу перед богом, по страшной сути, у тебя было хотя бы микроскопическое убеждение в том, что в огне не сгонишь. И это не страх, это не спуг. Это скорее, ну как бы, знаете, перед отцом. Мне товарищи говорят, ужас такой. Батя пьяный, кажется, в середине комнате лежал, а я в деку прохожу. А он дверь открывает и говорит, сынок, что ж ты делаешь? Господи, а вдруг мать не зашла? И вроде батя, и вроде все понятно, а если сына чуть не сгорит? Ну и вроде понятно, что как бы там вот так. Вот это же то же самое. Когда грешишь, и страшно не от того, что тебя накажут, а это испуг сына, оскорбиться и поведение собственного отца. Даже если отец, по твоим представлениям, где-то что-то как-то не так делает, а сможет потом было нам не сложнее, потому что ничего не будет идеаливаться, что не существует. Вот так вот я вот прям вот разошелся про нового гражданин. Бывает. Видимо ли идея американской мечты для определения идеала жизни среднего человека в России? Вы знаете, удивительная вещь. Просто, кстати, крайний такой, я может прям десятку. Знаете, я провайдер. Я провожу вопросы кооперативной идеологии. Ну это странно, потому что еще раз говорю. Я никогда не занимался, я не дипломированный специалист. И все, что я делаю, это просто некая суммарная величина личного опыта, связанного с бизнесом. С 1992 года я занимаюсь серьезными финансовыми инструментами. Страховыми и пристраховочными компаниями, банками, лизинговыми компаниями. Институционно-финансовыми компаниями. Я занимаюсь этом, по большому счету, именно менеджментом полностью и ликвидностью проекта. То есть я определяю и стараюсь предотвратить некие системные ошибки при принятии решения и внутреннего настроя компании для выполнения задач. Ничего более глупого, с точки зрения результата, чем привнесение американского опыта в управление российской компанией, я не знаю. Объясню, в чем штука. Я вот тут же, когда с Володей мы общались, разговаривали, я совершенно уверен, жалко, что мысли не мои. Все войны, происходящие в мире, имеют религиозный характер. Когда я это прочитал, у меня сначала возникло внутреннее противоречие, внутреннее. Потому что есть такое выражение забавное, опять же, по-моему, по Марксу, что война – это продолжение политики военными средствами. А потом только начинаешь понимать, что всегда в основе всего, каких-то принятий, решений, существуют внутренние качества человека. То есть он опирается на какое-то свое представление, опять же, о своем должном и невозможном. А это, как правило, есть элемент мировоззренческий. Мировоззрение проистекает из той религии, которую человек исповедует. Ну и получается, что принятие решения опирается на религиозное представление тех людей, кто эти решения, собственно говоря, воплощает в жизнь. Ну и там еще одно тайн. Атеизм – это тоже религия. Религия – отрицание Бога. Не хотел бы расстраивать атеистов, но атеизм – это сатамин. Суть своей, если подходить к нему богословски. Есть неверие. Это когда человек не знает, что веровать, и он просто не наделен этим знанием. Но это не отрицание Бога. Это не знание. А когда воинствующий атеист, а я ведь, поверьте, еще и научным коммунизмом занимался, где-то время было повеселок. Так вот, нам говорили, что мы воинствующие атеисты. Мы не просто атеисты. Мы воинствующие атеисты. То есть нам говорили, что мы сатанисты. И мы радовались. Ну, потому что мы думали, что так надо жить. Так вот, поразительно то, что формирование бизнес-идеи, формирование структуры компании в России, принесимой американскими провайдерами, носит религиозный характер. Протестантские правила. Когда есть некий элемент сектантства. Когда бабкисты хватают друг друга за руку и начинают петь песню про Иисуса, и говорят, что мы вместе, мы братья. Как бы мы говорим, что мы вот в этом вот неком пространстве, а за его чертой они, эти страшные люди, которые против нас. И мы консолидированы. Мы вперед. Перед нами наше бабло, и мы его схватим и уже не отпустим. И мы для этого сейчас поем эту песню. И мы идем туда вперед. И когда Ване, Клаве и Пете пытаются отдавать за руки и споем, они себя представляют на пьянке на 1 мая. Тогда они там хороводиком-то запоят, а почему бы и нет. И это никак не связано с теми религиозными отправлениями, грубо говоря, которые они приняты отправлять. Ну, примерно так. Я говорю, ребятки мои золотые, все по-другому делается. Это домострой. Прочитайте домострой. Это православный документ, который регламентирует состояние семьи в России. Православной семьи. Это когда, если у тебя твой начальник трахает секретаршу, при этом он бухает после работы и валяется у себя в кабинете с приспущенными штанами в пьяном угаре, ты умеешь делать право то же самое. Потому что ты очень хочешь походить для своего руководителя, отца своего по бизнесу. А когда ты хочешь, чтобы компания работала, приносила приличные дивиденды и при этом не воровали, ты, будучи руководителем, ведешь себя аскетически, ты не пьешь, и не трогаешь свою Дусю, которая печатает там на компьютере чего-то такое. И при этом, при всем, ты понимаешь, что все твои сотрудники – это твои практически родственники. Потому что именно от них зависит успех или неудача твоего бизнеса, и ты относишься к ним как к своей семье. То есть, если они молодцы, ты их похвали, а если они не обгонялись, ты их выбрал. И первое, и второе должно быть по-настоящему. Никаких полумер. И вот тогда возникает та кристальная ясность и точность, которая позволяет добиваться поразительным успехом. Личным примером и личными качествами, в которых являются основополагающими качества руководителя. Какой поп, такой приход. Вот это ровно прямо про компанию. Поэтому насчет американской мечты, где бабло-бабло, да и ничего подобного. Самое забавное, что в России часто возникает некий поразительный элемент, когда люди добиваются успеха потому, что погнут свою линию. Опять же, приведу из своих жизней пример. Когда у меня, значит, сын закончил университет. Он, причем, закончил английский язык и информационные технологии. Какой-то странный такой. Специализация была. Ну, не суть, выбрал, выбрал. И вдруг он понимает, что нужно трудиться. То есть, он как бы уже взрослый парень и надо как-то вставать на ноги. Причем он такой молодец-молодец, такой влюбчивый парень. Причем он понимал, что вот это Лаура. Это просто Лаура всей его жизни. Седьмая по счету. Вот с ней-то он вот остаток жизни-то и проведет. И он срочно жениться, жениться хотел постоянно. Я говорю, да не вопрос, женись, конечно, но никакой беги не получишь. Хотя бы, чисто, испей его соображение. Потому что мне никогда никто не помогал. Вот, во-первых, и слава Богу. А во-вторых, я тебя прокормлю по-любасу, я совсем не понимаю, почему половинки и страсти твои тоже есть на шее. Я же ее не трахаю. Как-то не вижу без осыдей у нас на сне какой-то. То есть, давай-ка ты сам покляни. А вот. Ну, он как бы так воспринял и не стал. А вот он говорит самую странную вещь. Мне очень нужны деньги. Я говорю, в смысле? Ну, вот как-то мне они вот нужны. Поэтому мне нужно вот что-то делать, чтобы не были деньги. Я говорю, ты понимаешь, что ты вот... Ты все поперепутал. Ты работать хочешь? Да-да-да, мне деньги нужны. Я говорю, да нет. Ты хочешь работу. И, может быть, тебе за это будут платить. Он говорит, да папа, ну ты ерунду говоришь. Потому что у меня вот друзья, он посмотрел, вот они вот там вот эти же сопляки там. А, такая золотая молодежная. То есть там родители какие-то молодцы. Вовремя там куда-то их подсунули. Они там на последнюю там подножку вскочили. В последнем вагоне. И они прямо вот такие. Прям вот дома, квартиры там. Какие-то прямо премиевого класса машины. Двадцать пять. А он упакован так. Я не упакован так как он. Я говорю, нет, уже ищи. Ну, во-первых, ты из простых лягушек. Не забывай, пожалуйста. Я, собственно говоря, в последнее время этот человек, собственно, с деньгами. Ну, не до такой степени. Как хотелось бы, наверное, тебе. А вот тут самое важное. Самые страшные ошибки происходят тогда, когда искривляется стратегическая задача существования. Когда ты хочешь деньги, работа или процесс их появления, он не важен. Тебе же деньги были нужны. И вот тут, это только в страшных фильмах там про Фауста, когда он позвал, а он уже до здесь и не подписал, да? Все покупается ровно по-другому. Я своими глазами видел, когда в глазах у человека нули сверкали. Вот так. Такие такие. И ты уже раз, два, три, четыре. Что, девять? А у него во-первых, как мультфильм, а в Тома Джерри полетело. И он уже ничего не понимает. Он говорит, эээ, и у него там вот это, давай. А потом я этого парня ворую из гостиницы прибалтийской, потому что за ним чеченцы уже едут там, потому что он уже влетел в историю. И у меня этих историй во! Я говорю, не-не-не, тебе не деньги нужны. Ты очень хочешь работать. Причем ты поразишься, но тебя будут швырять просто на каждом шагу. Что вовсе не означает, что это не есть та самая задача, которую ты должен выполнить. Потому что ты сейчас, как и я же, видимо генетически мы какие-то странные такие люди. Мы оплатим сейчас вот этим всем то, что другим просто не по карману. Потому что остальные-то не дотянут. Потому что мы полумеры, а у нас упасть с конья так с вороного. Ну вот и вперед. И вот мне было поразительно, когда за какой-то короткий промежуток времени, примерно за полгода, он мне присылает смс-ку. Значит, она мне крайне приятна. Ну, наверное, не хорошо, чтобы это было как-то про себя и про семью, но она звучит примерно так. Кочерки-это надежно. Я подумал, ну да, наверное. Я ему присылаю, так и не платят? Он говорит, нет. Но при этом и присылал. А я не брошу, я все равно буду это делать. И он работает в трех компаниях. И он тупо ведет свою ленью. И он выполняет. Тем самым зарабатывается поразительный авторитет. И некое паблиссити такое, которое позволяет ему, опираясь на него, вдруг заводить знакомство. Даже для меня удивительное. И это вот самое некое накопление потенциала собственного, которое все равно рано или поздно даст тот самый разряд, кто сам нужен на месте. Которое позволит ему добиться мне видеться в этом. Но у меня так было. И какого удивительного результата, на который, собственно говоря, вряд ли могли рассчитывать люди, которые пытались тупо гнуть свою ленью, сидя в кабинете, пытаясь нравиться кому бы то ни было. Главяки в копейки, со стола крошки падали, на уши. В подтверждение своих слов скажу примерно следующее. Ну, без всякого хвостовства и так далее, растопырок. Вот поразительно. Вот смотрите, сколько людей пишут к ней-нет. Они просто берут и пишут. Ну, давайте не так. Вот есть такой, проверьте мне, кстати, есть такой сайт, называется Альдебаран. Альдебаран – это сайт, который показывает суммарную информацию по любому автору, любой к ней-нет. Это скачивание из интернета, неважно платное или бесплатное. Это интернет-продажи и информация из магазинов реальной продажи по итогам на месяц. 1385 авторов. Среднее количество на авторе – пять книг. В течение года хит номер один. Мужик Стопанов. Андрей Кочердин. Альдебаран. Я что, писатель? Какой я писатель? И когда мне член Союза писателей, Фавильев называть не буду, мой дружок, прочитав этот бред сумасшедшего, отжиг дебилоида, сказал Андрей. Понимаешь, литература, ну что ты понимал, это когда Достоевский. Если не Достоевский, ну не надо, эти щеки надувают, ну чего ты тут понакалябнул. Я говорю, знаешь что, а он такой, а я ведь Нобелевскую получу, я ведь по литературе, у меня план, я ведь все рассчитал, там нужны вот труды. У тебя там вот знакомый же, давай-ка мы его сейчас вот переведем, я заплачу ему, и у него план воно уйдет. А я говорю, да забей ты, ты пойми, что… Я говорю, вот я этого не понимаю ничего. Ну мне вот надо было, мне вот он вот забулькал, я его написал. Причем, говорит, дай, поди не он там, поди за него что-нибудь. Я говорю, ребят, послушайте, как я говорю, хотели почитать, что написано. Потому что это не то, о чем я говорю, там все то. Ну как это мог написать другой человек? Там, может быть, обороты речи какие-то другие? Да ну, да все то же самое. Я же дворняка. Это раз. Вторая, не просто дворняка, а казарная. Я мотивируюсь, если в языках мирно повторяюсь, но правда к месту. И очень не люблю нам теряться без мест. Потому что каждому сезону свой фронт. А у войны есть свой язык. Когда война, вот там дай дорогу. А когда милую даму вокруг, я опасаюсь инфлюенции и падении сознания. Поэтому стараюсь в рамках приличесия лежать. Ну вот к примеру. Вот возникает вопрос. Так что, чтобы стать писателем номер один в России, когда уметь разговаривать матом, вряд ли. Просто надо быть человеком, который накапливал те знания и расплачивался той самой страшной ценой для того, чтобы когда-то однажды, пытаясь оставаться в рамках приличий, меняя слова на какие-то их аналоги уже менее острые, жесткие, соленые, как-то отдать народу и сказали «Офигеть вообще, это чё, ой, клама». Так поразительно другое. Ладно там, ну просто обыватель или какой-то досужий читатель, когда вдруг там милые дамы пишут и говорят «Ой-ой-ой, ничего себе, вот это да». И тут ты понимаешь, что вот это действительно то, что, в принципе, как бы действительно радует. Потому что, ну как не крути, а не будучи специалистом, ты профессионал в этой области, меня ж нет ли потом на позорах. Вдруг добиваешься того, что разлучался, поняли, и кому-то стало от этого хорошо. И это прекрасно. Ну вот так вот, как бы, по американскому мечту. И вряд ли бы в Америке у меня был бы будущий этот смысл. А потому что в Америке эту книгу никто бы не понял. Но она там просто никому не нужна. Там бы что-нибудь из Карнеги, где улыбайся и лучше собеседника слушать. Вот все, что надо знать про Карнеги, две фразы вот такие. Улыбайся. Я обычно добавляю, опять же, не свое предложение, всех раздражает. И слушаю, и еще разговариваю с человеком о том, о чем ему интересно говорить. Ему интересно как-то, вот об этом с ним и разговариваю. Все, весь Карнеги. Вот все эти тома, которые он там написал, вот эти три идеи, но я, поверьте, прочитал все, я такой занудный парень. Я сидел и думал, господи, что он за бред пишет? Неужели это работает? С кем это работает? Когда это работает? Ладно, следующее. Имеет ли вы опыт военной службы в горячих точках? Понимаете, что это штука, ребята? У меня вот на сью пору, вот сью прям, прямо вот сейчас, вон там вот в коричневой сумочке лежит удостоверение советника президента Грушетии вопроса государственной безопасности. Грушетия на сегодня, это даже не Чечня. Это то место, где решается судьба России в области Кавказа. У меня вопрос. Это горячая точка. Когда взрывается так, я поражен нежности и стеснительности русских СМИ, которые от чего-то неохотно освещают события нарушения. И вот мой брат, мой близкий друг и боевой товарищ, генерал России, герой России генерал Евкоров, он стал президентом и попросил меня стать его советником. Я, естественно, стараюсь и буду стараться, помогать ему чем могу. Ответил? По-моему, ответил. Что есть вера в Бога для военного человека во время до и после исполнения военного долга? Жуть. Потому что два вопроса считаются самыми сложными в православии. этого и отношения к воинству и отношения к монашеству. Потому что отношение к монашеству... Странное, что монахов и именно институт монашества не существовал при спасителе. И нет четкого понимания благодати это. Потому что, как говорят, есть выражение святоотеческое. И в монастырях не все спасутся, и в миру не все погибнут. Что же касается того воинства, как ни крути, но не убей. Я скажу жесткую вещь, наверняка вы не знаете, но солдат, пришедший с войны, не допускается к причастию в течение, в зависимости от того, как его духовник решит, до десяти лет. Десять лет люди без причастия, потому что они проливали человеческую кровь. Но при этом, при всем, я с гордостью могу сказать, что я нашел безусловное по своей безоговорочное по точности выражение Афанасия Великого, Александрийского, отца церкви. Которое, собственно, нашел я в Афоне, причем, прочитал мне вот тот самый дец Макарий на церковно-греческом языке. Это как вот здесь церковно-славянский язык, который не старо-славянский, он высокий язык. Здесь церковно-греческий. Это древнегреческий язык, который призван работать именно в богослужении. Это очень редкая штука. Так вот, выражение звучит примерно следующим образом. Убийство врага на поле боя есть проявление доблести и чести. И при этом, при всем, вот при таком отношении, солдаты, вернувшиеся с войны, не допускают причастию десять лет. Мне задали вопрос, а почему так с ним жестко? Ведь он же наверняка по благословению духовника своего, родину свою защищал. Я говорю, а потому что в этой ситуации не указана фамилия и имя этого солдата. Потому что здесь тот самый случай, когда проще отнестись формально ко всем солдатам вместе, чтобы не оскорблять одного и не привносить другого. Но не ошибиться в том, что человек принял покаяние за то, что он делал. Мы убиваем врага и любим его при этом. Потому что мы вынуждены это сделать, остановив зло. И тут мы обязаны просить прощения за то, что мы сделали до конца своих дней. И вот почему я говорю, что мы поколены в крови даже те, кто не имел реального и чудовищного опыта убийства человека. Но часто своим бездействием, часто своим безволием, бесхарактерностью мы помогали злу свершаться. И вот здесь свершившееся зло, в котором мы не приняли участие, есть наш грех. А тут грех уже реальный. И вот здесь мы все на войне. А они на войне и на кроваву. Вот примерно так. Поэтому солдат православный обязан получить благословление и четко следовать боевому приказу. Исполниться в долгах. И здесь, опять же, огромная честь и доблесть монахов, которые молятся и каждый раз поменяют воинство Христово, воинов православных, исполняющих свой долг. И, возможно, их заступничество перед Богом помогает нам оставаться людьми и не превращаться в палачей. То есть отсутствие сладострасти при выполнении боевого приказа определяет солдата от палача. Еще раз говорю, что я человек крайне тяжелого характера и нелегкого пройденного пути, исполнил все, что угодно. Но радости в сердце не будет. И когда они говорят, ну вот же ненависть, вот же посмотреть. Я говорю, ну поймите, это вот им так надо. Это они уши отрезают. Тот же Баки Фкоров, при исполнении его подразделения боевой задачи в Чечне, однажды увидел трупы чеченцев, которые на опознание привезли. У них ушей не было. Несколько человек утром уехали в Десбат. Утром уехали в Десбат. За эти уши. Моментально, жесточайшим образом. Как пример. Бросил пить и курить. Начал хранить в церковь. Исповедуюсь, причащаюсь. А что мне делать теперь, чтобы вокруг меня что-то стоять лучше? Пишет мне парень из деревни какой-то там, какой-то гудаёк, что-то, не знаю, даже без мата не назовешь, неудобно, пишет. И говорит, ну вот, хорошо вам там, Андрей Николаевич, сидите себе в Питере, там, пальцы гнете, там, вас не снимают, что-то такое там несете, какое-то забавное, чепуху. И вроде как думаете, что что-то у вас получается. Ну хорошо, а мне что делать? Я говорю, понимаешь, когда не знаешь, что делать, а делай хоть что-нибудь. Начни делать что-нибудь для себя. Ну уж есть совсем никакой мысли. Ну ни одной. Знаете, что это написано? Ну какое-то время проходит. Он говорит, вот эти, сел под младшим исламом и подумал, и думал, что вы хоть что-то есть такое. А я бухать перестал. Я говорю, алилоэ, у России появился ещё один трезвый парень. А он говорит, а я ведь не остановлюсь. А я знаю. Вы понимаете, это древняя инициация. То есть ещё раз говорю, когда вы что-то начали, вы поневоле будете продолжать. Потому что не существует достаточных шагов. Это как вот центр тярости вперёд сместился, и вам поневоле приходится немного вперёд представлять. Или им можно и поспать. А можно и поспать-то не хочется. И потихоньку, не спеша, я очень надеюсь, что все эти русские парни, которые меня окружают, они начнут всё-таки отождествлять себя с той историей, которая стоит за их спинами. И им захочется быть тем самым великим народом, которому почему-то наскучило быть великим. Так вот, нам не придётся быть невеликим, потому что в этой ситуации мы просто, так говоря, угрыгаем нашу страну. И нет более ужасного ничего, как понимать, что именно тебе закончилась история великой России. То есть, это была-была-была, я говорю, вот ты вот эта лысая обезьяна, вот ты всю его угрыбил. Не договорил, не досмотрел, не дострелял, не домахал лопатой, что бы там не доделал. Но страны не стало, это ты виноват. Вот каждый из нас виноват. Мы понимаем, что ответственность каждого из нас перед историей и страной. Мы в ответе за нашу нацию, а нации в ответе за нас. И по-другому никогда, и только так. И вот тут получается, что вот начав это, меня не надо спрашивать, куда потом. По неволе само найдётся. Само придёт. Потому что ещё раз говорю, когда воля человека соединяется с волей Бога, человек становится Богом. И это не мои слова. То есть, мы идём к тому, чтобы стать Богами. Представляете? Богами. Если наша воля соединится с волей Богом. Ну что может быть прекрасным? Это может Господь с нами? Кто против нас? Он с нами. Что такое церковь Христова? Двое молятся. А Спасителя-лядва. Это не храмы. И не архиереи в облачении. Двое молятся. А между ними Господь. Это и есть тело Христово. Церковь. А что может быть более прекрасным? Только соединить свою волю с волей Богом. Всего-то делу. И жизнь на это положить. И в районе распятых нет. И при кого-то. Поверьте, при кого-то. И слава Богу, слава Богу. Дальше поехали. А надо ли вообще заниматься активной жизненной позицией? Занимать активную жизненную позицию? Всё равно это никому не надо. Всё равно нужно. Да? Конечно. Вы знаете... Вот как не хочется быть каким-то... Ну, даже, наверное, не так. Вот как прекрасно. Смотришь на... Здесь же был быков, да, Дмитрий? Ну, он же красавец. Вот какой же он молодец. Быкова знаю. А на улицу смотришь, а их никого не знаю. Они идут куда-то. Кто тут? А Быков молодец. И думаешь... А ты вот кем бы хотел быть? Как Быков? Как Быков? Или как вот это всё? А вот это всё даже не назвать, что это? А как Быков хочется. И не в плане просиять. А в плане... Он как резанул. Красава. Я вроде по-русски писал он. Ну, где он эти слова говорит? Ну, какую часть у сердца он их пишет? Ну, он же молодец. И вы знаете, поразительно даже другое. У него вот эти не политические его памфлеты там, да? Не смешка Ефремова. Умничка. И вот этим вот всё это вот так, как-то так красиво подаёт. А он про любовь написал. Пару я оставил. Я оставил и слушал. Возвращал и слушал. Возвращал и слушал. И вдруг я понимаю, что у них слёзы как из лейки были. Ну, где он это взял? Ну, как он это сделал? И вот мне кто нужен? Он или миллионы людей, которые ничего не хотят оставить? А ведь могли же. Ведь с ними же то же самое было. Ведь они же должны это чувствовать. Ведь не он и Дин. Но они-то почему? И тут я не готов кого-то в чём-то обвинять. Потому что кто ты, блин, такой, чтобы кому-то что-то жевать с какой-то высокой колокольней. Но дело-то в другом. Не надо говорить им. Говори от себя. И, возможно, услышав тебя, кто-то станет чище, лучше. А кто-то, улечив тебя в неправильной позиции, найдёт свой ответ на вопрос у тебя терзающий. И вдруг научит тебя самому главному и важному тому, что ты не понимал, не знал, никогда бы не нашёл, если бы ты не ошибся, а он не поправил. И вот это и есть та коллективная мысль, та идея, которая рождается в муках. А если не в муках, то она даром, а даром сытом, мышеловке. И остаётся только одно, чтобы сердце горело. А если оно не говорит, а зачем оно нам нужно, если оно не разорвалось там, где ему нельзя не разорваться. Если ты не воешь начально в подушку, тогда, когда не выть, это цинизм и подонство. Когда тебе не больно, тогда, когда не может быть не больно, глядя на детей, старух, несчастный свой народ. И тогда, когда тебе в очередной раз приделали врыво с ноги там, где ты, собственно, и не просил ничего, но не поленились. И вот тут, если не на оголённом нерве, то уж сразу какой-нибудь, в саркофаг какой-нибудь. Ну, чтобы не касалось, чтобы пыль не садилась. Историю пишут люди без кожи. Потому что её есть, чем писать. Что называется, если книга не написана кровью, то она вполне будет написана прекрасными анализами, без яиц в лист. Иди разбери первость. Начинаешь читать и понимаешь, кто писал, чего и чем. Ну, как-то так. Поэтому, насчёт равнодушия человеческой, делайте для себя, не ждите ответа. Точнее, не ждите ликования и понимания. А если вас ещё и при этом приделали, молодцы, десятка. Заодно Свифт написал. Я повторяю, из лекции в лекцию. Узнать значительное событие Реперсоны крайне просто. По толпе неудачников, которые собрались, чтобы её уничтожить. Это Свифт. Это когда вы ходили в этих цилиндрах, вы пожару впереди. Давно это было, а только как вчера. Какое ваше время по такому вопросу? Почему на телевидении не показывают, а если показывают, то очень мало, пример Фёдора применяет как послан человек. Насколько я знаю, и я, он не против. Красиво. Елена Анатольевна, вот она сидит, она не даст соврать. Меня встречает в Москве незнакомый мне человек. Его представляет мне руководитель группы захвата Московского БУВД. В отставке. Вот такой уж, ветеран БУВД. Он говорит, Андрей, если тобой хотят поговорить, можно? Он побеседует с тобой. Он говорит, товарищ. Я говорю, не вопрос, поскольку беседует. И он мне говорит. Сколько лет назад он был? Ну, долго, очень много. Ну, не знаю, 8 лет назад. Что-то такое. Ну, много лет назад. В Дадрее. Такая ситуация. Надо выбрать берег. Надо как-то определиться. Вы понимаете. Вот если при вашем авторитете... Я говорю, стоп, 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 стоп. Ты что, меня вербует, что ли? Я говорю, братан, я тебе учили, там преподавал. Ты вообще к чему? Он говорит, ну, вообще, давай по простому. Я говорю, ну, давай по простому. Он говорит, мы давно не можем поедать. Вот как ты это делаешь? Ну, вот, мы все же знали, что он до чего тут выскочит из табаки? Кто тебе проплачивает на все это? Я говорю, что? Вот сайт твой, вот эти, вот эти, твои закидоны, вот эти, вот спортивные. Почему люди-то идут? Я говорю, это самая большая загадка в моей жизни. Он говорит, ну, это же не так делается. Это же вот как-то делается, вот раз, и накликали. Ну, там же целая технология. Я говорю, я лох, я не в курсе. Ну, там денег-то нет у тебя. Я говорю, нет, у меня их тупо вообще нет. Я говорю, я не понимаю. Ну, ладно, дело не в этом. Он говорит, ну, ладно. Знаешь, что? Давай, знаешь, с тобой договоримся? Значит, у нас будут тут, ну, не до чего просьбы, а пожелания. А ты как-нибудь к ним относись так вот с пониманием. Я говорю, я законопослушный парень. Я же понимаю, что вы такие молодцы. У вас там есть какие-то, предположим, свои взгляды на жизнь. Я готов как бы их услышать и воспоминять. Не вопрос. Они говорят, вот и хорошо. И начинают мне помогать. Ну, например, звонит и говорит, у тебя деньги лежат в этом банке. Ты их извини. Банк падает через неделю. Вдумайтесь, ситуация, уровень доступа к информации. Как человек может знать, что у меня деньги в банке в этом лежат на счету? То есть он это знает. Я из-за моего деньги, банк падает. Я думаю, аллилуйя, ты смотри, ангел хранитель какой. Кайфово-то как. Он там еще мне пару таких подкидывает. Ну, тем это я в курсе опять же. Такая замануха. Знаете, как есть такая...